Уважаемые зрители, дорогие друзья, сегодня вы смотрите совместный выпуск каналов Александра Зараева и канала Александр Бобылёв и Народ на связи со студией Народный Академик, профессор, президент Русской Астрологической Школы Александр Зараев. Александр Викторович, я вас приветствую. Добрый день, здравствуйте. Получается у нас аудитория сегодня между двумя Александрами, да, можно желание загадывать или это предрасположение? Ну да, магия имени работает. Как назовёшь, так и поплывёт. Если серьёзно, я благодарю вас, что нашли время пообщаться с аудиторией моего канала. Давно меня просили вас пригласить, и я давно с интересом наблюдаю за вашей работой. Знаете, с таким видимым желанием с людьми поделиться знаниями, не только, кстати, астрологическими. И за вашим таким позитивным и рабочим настроем. Вот можете задать тон нашей беседе, поделиться, откуда берёте энергию, и где вот источники вашего такого спокойствия и умеренного оптимизма? Ну, я даже, честно говоря, не знаю, тут каждый на своей волне, тут когда можно говорить, что с чем родился, с тем и пригодился. У меня изначально такой был овнинский настрой, я овен по гороскопу, а как нормальный овен, помните, у Горького, там, Данку, да, он тоже овен по гороскопу. Ну, вот это принцип светить всегда, светить везде, там, как у Маяковского на переходе, Лев Рак. Вот, поэтому я считаю, что я пришёл с неким таким, будем говорить так, миссионерским началом, для того, чтобы то, что я чувствую, то, что воспринимаю, как я вижу мир, как я его описываю, ну, показывать тем, кому это интересно. Здравствуйте. Философский вопрос, позвольте? Да, конечно. У меня на аудитории моего канала к астрологии подготовлен. То есть я, уделяя внимание этой тематике, с должным вниманием вообще отношусь и почти к науке астрологии, именно науке, давайте это подчеркнём. Вот. И мне кажется, это такое вот дилетантское суждение, что основная ценность астрологии в том, что она даёт людям полезные рекомендации. Вот я, в частности, знаю, что в Индии всё-таки вот молодожёным рекомендуется перед заключением брака посетить астролога, ну, у кого есть такая возможность. А вот предсказательная функция астрологии, как, опять-таки, мне кажется, она вот, её качество сильно зависит от конкретного астролога. Помните на 35-й Катрен знаменитый «Старый льва победит молодой странный дуэль в печали на сход? Глаз ему выколов в клетке золотой, сам он ужасную смертью умрёт». Речь здесь идёт о предупреждении короля Генриха сразу, по-моему, двумя астрологами, кстати, не только Нострадамусом, а о возможной гибели на турнире и вуаля. Копьё графа Габриэля Монгомери вошло в глазницу короля, разбив, забрало шлема. Вот таких точных детальных предсказаний я сегодня не наблюдаю. Скажите мне, пожалуйста, вот в какой мере на человека влияет вот эта музыка небесных сфер, как вы говорите, мне очень понравилось это ваше выражение, в ваших эфирах запомнилось. А в какой мере он может пользоваться вот этим своим божественным даром свободы воли? Вот что всё-таки определяет жизненный путь человека? Ну вот здесь несколько вопросов на самом деле в том, что вы сказали. Но давайте ещё вспомним Иоганна Кеплера и его гороскоп для графа Валенштейна. Кеплер уже умер, а через 20 лет прогноз о том, что граф будет убит во время покушения, сработал с точностью до недели. То есть в этом смысле Иоганн Кеплер не только был астроном, он ещё был островок. Он в частности ещё занимался, у него была тема такая о небесных снежинках, он основатель кристаллографии, на минуточку. И второе, он занимался предсказаниями погоды. То есть у него были календари, в которых он тоже делал ежемесячно, как будет меняться погода. И говорят, что у него там очень высокие были корреляции с ситуацией. Значит, если мы говорим про русско-астрологическую традицию, поскольку именно с этого базы стартовал, то на Руси ещё со времён Ивана Третьего, это деда Ивана Грозного, были астрологи, такие как, например, Василий Немчин. Но они при этом занимались астромедициной в основном. То есть они давали правильные рекомендации, когда, как принимать какие-то снадобья, что когда можно начинать, когда не начинать, организовывали встречи, распорядок дня и прочее. Но это у них была, что называется, такая повседневная работа, а так, конечно, они запомнились такими тоже долгосрочными предсказаниями. Вот. И у Ивана Грозного, так сказать, Ивана Четвёртого, у него тоже были астрологи-предсказатели, которые тоже ему как бы просветляли или помогали, объясняли. И в частности, вы помните, может быть, такая история, когда Иван Грозный отказался от царствования и посадил на год вместо себя значит, какого-то странного, значит, татарчонка, там непонятно кто он, откуда. Вот. Это тоже ему посоветовал астролог, потому что сказал, что там, возможно, будет на него покушение от бояр. Вот. Если мы говорим там дальше про астрологию, был такой у Алексея Михайловича, чешайшего, значит, Симеон Полоцкий. И Симеон Полоцкий, вот мне тоже, отвечая на ваш вопрос, достаточно удивило, значит, сообщение, Крекшин ещё историк это всё, так сказать, поднимал, что, когда Алексей Михайлович вышел из покоя своей супруги, он его утром встретил и сказал, поздравляю, государь, сегодня ночью был зачат великий государь. Тот, естественно, на него глаза вытращил и говорит, с чего ты это взял? А я говорю, я сегодня смотрел в небо, и явилась звезда светлая близь Марса. Да, это Крекшин всё это пишет. А это всегда указание, что в воплощение приходит новый государь. И, значит, естественно, Алексей Михайлович не поверил, он его посадил на домашний арест и ждал, пока вот эта беременность Натальи Кирилловны не станет явной. Когда, значит, уже стала явной, он, значит, опять его вызвал и говорит, ты уверен, что будет сын? Да, вот это государь великий. Он, да, он сказал, да, уверен, и более того, он предсказал трёхдневную скорбь. То, что роды будут тяжёлые. Вот тоже, мне вот это всегда вот такие вот вещи точные, да, астрологические, всегда поражают. Как-то ещё там не родился никто, а он конкретно говорит, что будет мальчик, и что будет рождаться долго. И вот, как действительно, когда там вот этот конец мая начался, и у Натальи Кирилловны начались роды, значит, повитухи три дня с ней маялись. И более того, на третий день ночью они приходят и говорят, решай, государь, кого будем спасать, ребёнка или мать. Тот вызывает опять, значит, полоского и говорит, ты уверен, что всё пройдёт нормально? А тот говорит, да-да, потерпи немножко, и если государь родится во первом часу ночи, то он проживёт около пятидесяти трёх лет. А вот если он родится попозже, он проживёт подольше. И вот в это время, пока не беседовали, приходят и говорят, всё, государь родился. И вот родился Пётр Первый, и прожил он вот именно как раз столько, сколько сказал Семён Полский. То есть, мы говорим, какая-то была у них особая интуиция, особое какое-то видение, да, потому что то, что вы сказали, но Нострадамус не мог только по гороскопу сделать вот такой анализ и разбор ситуации, да, потому что гороскоп об этом не говорит. Он позволяет делать некоторые, будем говорить так, общие вещи. А вот конкретику, что там молодой лев победит старого и в железной клетке там, соответственно, произойдёт убийство и так далее, вот это уже, я думаю, что он, делая расчёты гороскопов, у него было некое озарение. Или ясновидение, правильно сказать. Да, да. Это, опять же, тоже свойство людей, которые, начиная заниматься астрологией, постепенно развивают некие свои дары, провидения проскопические, да, и потом уже их как бы на базе астрологии дальше разворачивают или распаковывают, да, вот эту судьбу. Вот поэтому здесь, конечно, астрология в настоящем мире, да, в современном, это, скорее всего, астропсихология. Вот, потому что мы здесь изучаем, в первую очередь, те стороны жизни, которые, ну, будем говорить так, необходимы человеку для реализации его таланта, возможностей, отношений, да, вот это вот востребовано. Например, в Америке там, у них же очень много психологов, и там вообще занимаются только астропсихологией. А вот когда тоже туда уехал Мишель Гуклен, это был конец 80-х годов, это очень известный астролог, который тоже, используя методы компьютерного, большого статистического анализа, он смог по гороскопам говорить предназначение, да, у кого, так сказать, больше данных, спортсмена, у кого политика, у кого музыканта, да, у кого какого-то общественного деятеля. И он создал эту целую систему, и причем тоже интересная тема, он поднимал ее, значит, он разработал систему прогнозирования оптимального времени зачатия. И более 200 пар, которые по всем показателям медицинским могли рожать, но не получалось, у него прошли вот эту консультацию, и он выбирал время, да, оптимальное для овуляции, для оплодотворения, соответственно, этого яйца. И вот в этом смысле он как космобиолог, или как тот же Семен Полоцкий, да, он нашел некую вот закономерность, потому что многие вот астрологи такого уровня, как там Ностердамус, Кеплер и прочее, у них были свои системы, свои закономерности, свое понимание, как работает вот эта вот музыкосфера, вот именно вот как формируются поля событий, что в результате там к добру или к худу, вот эта тема. Вот, причем тоже интересно, опять же, не знаю, в контексте наших этих разговоров или нет, значит, в свое время будущий патриарх Кирилл, Кирилл, в девятом или восьмом году, он, значит, на первом канале вел передачу «Слово пастыря», может быть, помните, вот он в этом смысле, первый канал утречком, в воскресенье, вот, так сказать, отвечал на вопросы зрителей. И вот, естественно, его там тоже озадачили вопросом по поводу, как церковь относится к астрологии. И вот меня что удивило, то, что он сказал, да, мы знаем, что астрология работает как наука, и мы понимаем, что есть определенный космический закон, там Богом созданный или высшими измерениями, и так далее. Единственное, мы против, чтобы предсказывать судьбу, потому что судьба, она как бы находится в другом измерении, на нее астрология повлиять не может. Ну, я думаю, это, так сказать, наш патриарх, он по должности должен быть консервативным человеком, но и так он, с ваших слов, сказал больше, наверное, чем мог, то есть он, по сути, подтвердил рекомендательную эту функцию. Ну да, дело в том, что вот я когда изучал астрологию, вот эту русскую традицию, был такой Яков Велимович Брюс, сподвижник Петра Первого, он, так сказать, родственник шотландского короля Роберта Брюса. Брюса, того самого знаменитого. Да, да, и он помогал Петру Первому делать эту навигацкую школу, да, звезды, как там ориентироваться, преподавал и прочее, ну, в том числе астрологию он преподавал, и он написал так называемый двухсотлетний календарь. То есть он на 200 лет расписал ситуации, которые будут происходить в России. Ну, будет погода, урожай, там, мор, там, засухи, туда-сюда, и вот в этом календаре, во-первых, вот это устройство мира, о котором мы с вами говорим, есть мир архетипический, божественный, есть мир астральный, да, или вот этот звездный, да, серебряный, да, условно говоря, тот золотой, этот серебряный, есть мир медный, на который это все проецируется. И вот он, эту базу, которая известна со времен Платона, и она вошла вот в эти, так называемые, Пятое каноническое Евангелие, значит, ну я вот, кстати, написал тоже книгу Вселенской Евангелии Мудрости, и это Евангелие, которое как бы включает в себя апокрифические Евангелия, кроме этих четырех основных канонических, а их вот как раз нашли где-то в районе 50-х годов 20-го века в Нахамади и значит в Кумране, Кумранские рукописи, и вот их расшифровали, и оказалось, что Иисус-то он дал не только учение любви, но учение мудрости, и вот там он тоже вот эту схему, о которой мы говорим, мир золотой, мелочи серебряный, мир медный, он тоже приводил, и там Евангелие от апостола Фомы, от Филиппа, от египтян, и более того, там очень много таких вот как бы морально-нравственных законов, которые, я бы сказал, являются базой для человека, для его духовного развития в виде притч. Мы знаем притчи Христова, их порядка вот в этих Евангелиях около 34. Я собрал и здесь в этой книге 74, на секундочку, в два раза больше, но это вот такой обзор вот этого мудрости, который он говорил, и он более того, он здесь вот в этих своих притчах описывал некую плерому, которая отделяет мир божественный от мира вот этого серебряного и человеческого. Вот эта вот плерома, у него как бы некий слой, который является ну как плацентой такой, да, некой, через которую нужно прорасти, пройти некий духовный эмбриогенез, и вот это же учение Платона, оно потом вошло, так называемое, пятое канадемическое Евангелие, как учение о небесных иерархиях. Вот то, что мы с вами говорим, да, это вот эти сказки, да, три мира, да, Иван Дурак там проходит, прежде чем стать царевичем, мир медный, мир там, серебряный, мир божественный, и Василису Премудрую, то есть Софию Уранию, он встречает и приобретает некую мудрость. Помните, как Соломон, когда попросил, предложил ему Бог, что ты хочешь, там, богатства, что ты хочешь, власти, а он говорит, нет, я хочу мудрости, он дал ему мудрость, а вместе с ней пришло и власть, и богатство, да, вот здесь мы и говорим о том, что некая вот закон астрологии, да, они позволяют изменить судьбу, они позволяют расширить вот это поле сознания, которое было приобретено в момент рождения, да, и дают возможность как бы другими глазами увидеть на происходящее вокруг тебя или в мире. Супер. Мы полностью раскрыли мой вопрос, но надо сказать, что он был с двойным дном, мы чуть попозже к этому вернемся, а вот по тому, что вы сказали, а вы сказали много интересного, позволите пару уточнений? Давайте. Вы сказали, что с Ивана Третьего на Руси присутствует астрологическая традиция, а откуда она пришла, от Софи Палеолог или это все-таки с Востока откуда-то? Пришло с Европы. Почему? Потому что в Европе вот в это время базовой основой для астрологии являлась астромедицина. И врачи, которые, значит, там пускали кровь, там делали всякие припарки, там, так сказать, давали какие-то травы, они это четко согласовывали с лунными циклами, да, и с особенностями, там, темпераментов человека, ну, Авицен, собственно, он один из первых заговорил о вот этих четырех темпераментах и трех их разновидностях, то есть это 12 психотипов с зодиакальных знаков, да. При этом у самого Абу Али Ибн Сины, да, был учитель Абу Рейхан Беруни. Это был известный астролог, и более того, я вот тоже изучал его труды, были переведены в 75-м году с узбекского на русский, и вот там тоже очень много базовых таких знаний и о астромедицине в том числе. То есть Авицен, он, так сказать, создал свою науку на этой базе, вот на базе того, что есть определенные принципы, мезоджи, он их называл темпераменты, у кого там огненный темперамент, да, так сказать, у кого воздушный, у кого там водный и так далее. И в соответствии с этим нужно использовать разные методы лечения или балансировать его этот темперамент разными там определенными технологиями, да, или там. Но на Востоке же вообще считалось, что врач без знания астрологии это профессионально неполноценный закон. Абсолютно верно, да, и считалось, что он пока не сдаст экзамен по астромедицине, это еще было, по-моему, даже до 18 века, ему не давали диплом врача. Вот, кстати, знаете, тоже интересно, значит, смешно, так сказать, но это правда. У меня, значит, выходят календари, да, значит, календарь общий, значит, как бы с политическим уклоном, календарь лунный, календарь дачника-садовода и календарь здоровья. И вот моя одна знакомая была в третьем управлении недавно и, значит, смотрит, у главврача на столе лежит календарь, мой календарь, значит, календарь здоровья. Она говорит, а что у вас тут календарь заранивать делает? Он говорит, как, мы по нему работаем уже много лет. А как вы это его используете? Он говорит, дело в том, что мы стали проверять, как работают вот эти вот лунные и солнечные циклы, да, и мы пришли к выводу, что если мы правильно делаем операции, там, лицевые или еще там другие, хирургические и прочее, то восстанавливаемость ведет от 30 до 38 процентов более гармонично. Нет осложнений. Понимаете? То есть, эта практика, да, вот они, так сказать, используют таким образом, и вот в этом контексте, вот опять тоже важный такой момент, ну, так сказать, опять же, для тех, кто хочет, что называется, посмотреть пошире. У нас есть такой профессор Агаджанян, он занимался биоритмами, он изучал биоритмы суточных, вот это активности, там, или сонливости и так далее, он изучал вот эти биоритмы с луной связанные, и он заинтересовался циклами солнечными, да, он поднял более двух тысяч дат рождения и смерти из большой советской энциклопедии, и пришел к выводу, уже 70% людей умирает в день, в месяц перед днем рождения. 70% представляете, да, то есть он, значит, объяснил это тем, что у человека есть некие внутренние биологические часы, и с днем рождения, да, с каждым днем, он его как бы заводит, да, если он, они плохо завелись или он, так сказать, они поизносились и не держат вот этот забот, то не хватает до следующего завода. Совершенно верно, вот это перестройка, да, и вот здесь это мы тоже говорим, мы все в этом смысле под Богом ходим, под звездами ходим, и вот наши тонкие тела и наши внутренние ритмы, они как бы согласуются с вот моментом запуска, вот то, что вы спросили с натальным гороскопом, вот так это работает, и поэтому перед днем рождения я всем говорю, так сказать, не занимайтесь рискованными операциями, да, поездками, отношениями, делами, потому что эффективность будет минимальная, а риски максимальные. Вот это вот... И в такой режим экономии энергии рекомендуется, чтобы дотянуть, да, до... Да, ну помните, как опять же Соломон говорил всему свое время, да, время жить, время умирать, любить, ненавидеть, собирать, развязывать камни, вот это он тоже об этом же говорил, что нужно уметь адаптироваться к вот этим, ну, понимаете, вот то, что вы сказали музыка, сфер, но здесь какие-то гравитационные или резонансные идут потоки, да, которые мы воспринимаем либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Это опять же очень субъективно все. И вот индивидуальный гороскоп, это вот некая такая, будем говорить, мини-копия, да, так сказать, того момента, мы вдохнули, все, у нас, так сказать, запустилась программа, у нас, так сказать, стали сердцем, четырехлапанный режим, перешло, глаза там открылись, нам, так сказать, дали волшебный пинок под задницу, чтобы мы дышать начали, да, вот, и все, и гравитация включилась, и вот так трехмерное сознание пошло формироваться. Поскольку мой канал общественно-политический, даже с большим креном в политику, мой второй вопрос к вам такой, ведь вы же говорили о том, что эти астрологи, появившись на Руси, они взаимодействовали в основном с правителем, и вряд ли там, знаете, это как-то вот в народе они как-то там появлялись, кого-то консультировали, вряд ли консультировали кого-то, кроме знати. Все-таки вот вот этот политический аспект астрологии, мне кажется, в современном мире, Александр Ильич, он недооценен. Вот, например, я с интересом узнал, что Нарендра Моуди, нынешний глава Индии, он признанный авторитетный астролог, и понятно, что при принятии политических решений, ну, как бы, проконсультироваться с высшими сферами, ну, как минимум, не вредно. Но почему-то именно вот в европейской культуре мы этого видим мало. Или это за неким покровом, или консультируется, но просто не афишируется. Ну, конечно, за покровом, однозначно. Ну, во-первых, известно, что Дональд Рейган в течение восьми лет консультировался и пользовался услугами астролога и астрологини Джоан Куингли. У нее была команда, 17 человек. И она все его, значит, ходы, все его встречи и прочее, даже выступления на следующий срок она согласовывала именно с наиболее благоприятными периодами времени. И вот в этом она потом написала книгу «Я был астрологом» Рональда Рейгана. А я тогда это не знал, но вот когда Горбачев начал встречаться с Рейганом, я, значит, гороскоп-то Горбачева знал, смотрю, опа, агент для Горбачева совсем не рабочий. А у Рейгана наоборот. Думаю, смотри, попал, Рейган здесь будет в силе, а этот, так сказать, не получит вот той вот этой допинга энергетического. Второй раз смотрю, вторая встреча, повторение. И третья встреча там в Рейкявике, где там они, там последняя, там на Мальте. И опять такая же история, но тут я уже понял, что, так сказать, один случай, два случая, уже системы, а третья уже закономерная. Я уже тогда понял, что Рейган действует в соответствии с правилами космоса. Вот, ну просто это опять же, у нас же, так сказать, в советском, в советское время я эти все книжки доставал из спецхраны Ленинской библиотеки, да. Они были запрещены, и более того, астрология, как наука, была запрещена, более того, мы все под статьей ходили, да, легко можно было идеологическую какую-нибудь статью, и меня преследовали в том числе и Павла Глоба, в том числе преследовали Тамару Глоба, и все уходили тогда в подполье, как только появился этот Крючков с его этими, в 86-м году, с его этими идеями нетрудовых доходов и прочее, вот. Но они там еще идеологию подцепляли. У Миттерана тоже была эта самая женщина островых, у Черчилля Луи де Вольт, у Гитлера Карл Крафт, понимаете, все нормальные умные люди, кстати, про Сталина, у него, значит, вот его как бы друг Гурджиев, он тоже занимался островом, и он ему посоветовал поменять дату рождения, и другой гороскоп как бы запустил. Понимаете, только для народа это немножко другое, но опять же, вот то, что вы спросили, были для народа на самом деле рекомендации, да, были так называемые травники, зеленики, звездочтецты, значит, рафли, гадательные книги, их потом в 1571 году на Столлавом соборе все посжигали, были костры инквизиции, и этих астрологов тоже на эти костры бросали, говорят, у вас не было костров, были, и вот эти все, так сказать, травники, кто там занимался этим чародейством, звездочтецством, все они преследовались, но, опять же, того же Брюса, там четко расписано, когда, так сказать, нужно, так сказать, в баню ходить, когда, так сказать, нужно, так сказать, заниматься встречами, вот эти, вот эти семидневные недели, в которые мы живем, это не что иное, как этот семидневный, или, так сказать, будем говорить так, планеты первой октавы, семиуровневый настрой, ну, опять же, мы знаем, да, в Англии, Monday, лунный день, Tuesday, вторник, марсовый, и далее везде, да. Я поклонник северной традиции, Thursday, Wednesday, среда, мы беседуем в день Одина, кстати. Да, шаббат, шаббат, это день Сатурна, суббота. Суббота, да. Вот, поэтому это все вошло в структуру этносов, да, просто оно так вот, как бы мы ее не замечаем, но она работает, эти циклы, звезды магов, так называемые, вот эти временных, так сказать, цикл, мы в них крутимся, мы пойдем живем. А у Путина есть астролог? Провокационный вопрос немножечко. Ну, наверное, есть. Ну, у Ельцина точно был, меня приглашали к Ельцину еще в 90-м году. Дело в том, что тогда вышла книжка Вронского «Астрология, наука и суеверия», и я был ее научным редактором. Татьяна Таймса, значит, вместе с, значит, Жерневской, это из «Науки религии», они помогали Вронскому эту книжку сделать, а я это все редактировал. Вот, и, значит, когда она вышла, мы ее там стали там на разных уровнях пропагандировать, вот тоже на меня вышел пресс-секретарь Ельцина, предложил войти в его команду. Вот, но я, значит, сделал гороскоп Ельцина, и мне он совсем не понравился, так же, как гороскоп Горбачева. И я ей объяснил, что я не буду работать на принцип развала, потому что там гороскоп разрушителя, мне это неинтересно, да, вот, но туда вошел Рогозин, чуть попозже, Григорий Григорьевич, я его с ним тоже лично знаком, он меня тоже приглашал еще в 93-м году войти вот в эту команду ельцинскую, когда сработал мой прогноз по поводу расстрела Белого дома, это был сентябрь, и он приходил... Кстати, в этом году 30 лет, почти круглая дата будет. Ну да, да, кстати, вот будет в сентябре, да, 30 лет, цикл Сатурна, кстати, что-то будет в это время тоже важное, надо будет... Поговорим об этом, Александр. Да, да, и вот мой прогноз сработал, вот в Академии энергоинформационных наук, где я вел отделение научной астрологии, и, собственно, туда привлекал многих астрологов, в том числе Вронского с его командой и других, он предложил вот поработать, так сказать, с правительством. Но, опять же, мне говорю, я по вышеизложенным причинам, я понимал, что, так сказать, вот Ельцин, он не сможет создать новый этнос, и более того, даже вот они 12 июня 90-го года запустили, День независимости России. Я говорю этому Рогозину, говорю, что ты сделал такой гороскоп слабый? А вот я по немецкой школе руководствовался туда-сюда, и говорю, ну, что хорошего, там умирающая луна, это прогноз будет аж лет 30, все это будет тянуться. Вот эта вот история. Ну, вот она сейчас вот вроде в 20-м году должна была закончиться. Вот, то есть, понимаете, здесь мы говорим как? Зарождается новый этнос. Он тоже как бы вот идет, вот флаги поднимают, гимны начинают, там, извините, прочее. Идет вот коллективное стяжание энергии психосферы народной, и вот в некую более такую долгосрочную структуру вкладывается. То есть, мы работаем по принципу десятичных логарифмов. Вот от момента, так сказать, условно говоря, женский фертильный период где-то там 2,5 суток, сам цикл где-то там 28 суток, следующий там цикл эмбриогенеза 280 суток, следующий цикл там детства это примерно 7 лет, 7,5, ну и вот последний примерно 75-80 лет конец, да, так как биомашине. А этнос, он как биомашина, он работает на 750-800 лет. Ну, как Римская империя, там, или там египетские вот эти вот темы. То есть, он более такой, как бы, налоговеряющий. Но вот момент запуска или организации, он тоже учитывается астрологами. Кстати, про Америку, да, вот вы там, наверное, тоже будет интересно. Я еще в прошлом году говорил о том, что вот конец марта, начало апреля для гороскопа Америки будет критический период. Я вообще ожидал, что в это время должен был уйти Байден. То есть, это его последние должны быть точки. А в это время, так сказать, видите, что происходит с Трампом. Вот так работает гороскоп, который запустили, опять же, масоны, да, они тоже, когда вот Бильд о правах, независимости, да, приняли в июле какого-то 76-го, 1776-го года. Гороскоп сделали четко, вечером его приняли, зафиксировали. Он работает. Работает именно, как вот некая этническая такая программа эволюции. Ну, вот такая вот, как бы, если с точки зрения политики смотреть, я думаю, что древние астрологи умели это делать. Мы к политике еще вернемся, будем чередовать просто. Ну, я думаю, что у нас аудитория с такими немножечко разными интересами. Кто-то вот действительно предпочитает астрологическую тематику, кто-то политическую. Поэтому так, я постараюсь чередовать вопросы на ту и на другую тему. Вот, что касается этой замечательное выражение музыки небесных сфер, какое-то окрыляющее. Вы меня немножечко в светлую грузь вогнали, сказав о том, что люди в основном 70 процентов умирают перед днем рождения. У меня день рождения 3 июня, значит, я должен буду скорее всего, значит, уйти на новый цикл в мае месяце. Это мой любимый месяц в году, когда все расцветает, когда солнышко там и так далее. И когда вы отключаетесь от внешнего мира и начинаете жить внутренним миром. Близнецы, они же такие, двойные, на самом деле у них как бы постоянно два полушария работают, левая, правая, чисто вот женский такой механизм, понимаете, постоянный внутренний диалог, и вот это он так сказал, он так вот это вот мне информацию влил, а я ее как вот постоянно отзеркаливаю, как я воспринимаю баланс вот этот. Поэтому, ну, у вас здесь не только, у вас телец сильный, на самом деле, надо смотреть просто, вы по энергетике нечистый близнец, условно говоря, потому что здесь надо смотреть, где луна находится, где восходящий лунный узел, то есть утром родились или вечером, где, например, какой-то стеллиум, да, вот именно несколько планет соединилось вместе, и уже, вот, например, Юпитер, он как маленькое Солнце выступает, да, как дополнение. Если он с кем-то еще соединился, у вас два Солнца получается в гороскопе. Вот, поэтому здесь есть маленькие хитрости. Вот, я многим людям в жизни спас, да, когда объяснял, как встретить новый цикл солярного гороскопа. То есть, дело в том, что вот и в этот день, он может быть чуть раньше, чуть позже, происходит некое сбрасывание старой энергетики, переодевание на новую. Человек правильно переодевается и правильно освобождается от старого, у него больше шансов всплыть. Понимаете? Вот так и работает. Помните Чуркин, да, Чуркин? Он рыба был. И в этот день он пошел на работу. Понимаете, если бы я был астрологом, я бы его там держал бы за все места и говорил, нельзя тебе идти, потому что тебя будут перестройки. У него сердце остановилось на работе, да. И там Слушковым такая же история похожая была, у него тоже был плохой. То есть, мы здесь, не зная вот этих законов, сами, так сказать, экспериментируем, а потом получаем тот или иной результат, который потом удивляет. Здесь незнание законов космических от ответственности не освобождает. А вот такой немножечко психологический момент. Есть такие замечательные стихи Александра Величанского, но их больше знают по песне Сергея Никитина под музыку «Вивальди, Вивальди». Все там заплакали, в общем, и жизнь была напрасна, жизнь была прекрасна. Вот я, как журналист, ловлю настроение своей аудитории, и есть, конечно, ощущение, что жизнь была прекрасна, но именно сейчас многие в депрессии. кажется, что непонятно, что дальше будет. Можно другую песенку спою, более оптимистичную. Так. Это Добрынин тел. Льется музыка, 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 то печали, то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля, льется музыка, 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 и она не пристанет кружить. Бесконечная, добрая, мудрая, которой так хочется жить. Вот это как раз альтернатива. И это правильное состояние космического восприятия жизни. Мы здесь немножко живем в таком, знаете, как в Платоновой пещере. Есть же у него такой образ, что люди прикованы внутри к стенам пещеры, а вот могут судить о внешнем мире только по теням, которые проецируют как тено на противоположную освещенную сторону. Это Платоновая пещера, да? Да, 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 А он, кстати, изучался, обучался, и он знал и астрологию, и систему Пифагора, который один из первых принес ее в Грецию, да, вот эту вот систему, так сказать, нумерологическую, астрологическую, Пифагора, академию там целую создал. Вот, поэтому мы сейчас действительно проходим период такой, я бы сказал, коллективной перестройки. Начался он не вчера, не сегодня, начался в 2002 году. Так. А в 2002 году более активно стали проявляться энергии зодиакального знака водолея. До этого 2160 лет были энергии знака рыб. А рыбы это вот некий такой вот, я бы сказал, мистический, религиозный, более такой, интровертный знак, более какие-то состояния вот такие вот двойственные, да. Водолей, он требует совсем другого. Он говорит так, расправляем крылья, полетели, это воздушный знак. Старое все, что, как это нам Жириновский объяснял, надо сапоги в Одинском океане помыть, причем идти на парад. А у нас у всех была целая череда воплощений в эпоху рыб. На генетическом уровне мы адаптировались к той эпохе, а сейчас эта база не работает. Вот идею квантового перехода многие поднимают, не понимают, что это такое, но это из этой серии. Другие вибрации, другие частоты, и по-другому работает наш вот этот генетический аппарат. Вот, поэтому то, что сейчас происходит, это вот действительно чистка обгива их конюшен, которые собрались за вот эти 2160 лет. Понимаете? Причем вот эта вот религиозная, я бы сказал, мутноватая форма восприятия, в отличие от Египта, да, а вот если тоже тема такая, понимаете, вот египетская Библия, у меня двухтомники есть, я здесь описываю в первом том пять тонких тел, и во втором том еще пять. То есть человек, вот трехмерное существо, обычно он воспринимает только три своих тела, да, физическое, эмоционально-энергетическое, и вот теории морально-нравственных императивов, да, совесть, у кого они есть, да, но есть еще некая такая космическая душа, Баа, помните, как птица алконост, это вот некая такая женская голова, так сказать, ну, ласточка, да, она, так сказать, может взлетать вот в эти космические империи, и многие ученые, там, художники, поэты, да, вот муза прилетела, это не столько муза прилетела, сколько они сами поднялись вот на этот слой и начинают вот это объемное восприятие начинают творить, они вышли из этого мира, о котором вы говорите, да, включается интуиция, вот Никола Тесла, у него там тоже целое описание технологий, как уходить вот в эти тонкие измерения, вот, и поэтому, когда мы сейчас в эпоху водолея получаем знания о том, что такое человек, что это не просто трехмерное существо, да, а это, так сказать, гораздо более глубокий комплекс, кстати, мы не трехмерное существо, как многие представляют, но у нас еще есть понятие времени, да, четвертое измерение, вот оно, на руках у всех, а вот это пятое измерение, это принцип контакта с миром предков, это некое измерение, куда уходят наши родственники, но они нам могут помогать, понимаете, то есть вот это через сон, через, опять же, вот это, я бы сказал, деживю состояние, да, попадаем иногда в состояние деживю, и понимаем, что такое произошло, я где-то уже видел, да, ты видел это во сне, в неком измененке, когда ты вышел за пределы вот этого времени, да, вышел на другой берег реки времени, и увидел, что с тобой может произойти через энное количество времени, но ты забыл, потом вспомнил, вот, и понимаете, здесь мы как раз и говорим, сейчас эпоха рыб, это тема переформатировать свои вот эти плотные материальные тела, и создать, ну, вытчет некую антенну, новую, да, из этого приемника, которым влияется физическое тело, мы вытаскиваем антенну, настроимся на более высокие вибрации, кстати, обратите внимание, вот, вот эта смена полей, один градус за 72 года проходит, то есть, сдвиг оси и точки вот этого равноденствия с рыб на, значит, водолеи, это вот со скоростью 72 года один градус, сколько за эти 72 года с 1930 года произошло изменение, смотрите, вот буквально, вот 72 года и вот все, и тут полилось, и самолет, и ракетостроение, и электроника, и связь, и все, полностью меняется структура сознания человека, а до этого мы, так сказать, вот пребывали в неком таком, ну, неопределенном состоянии, а здесь говорят, не, все, милый друг, давай, расправляй крылья, кто может лететь, тот летит, а кто не может, кто рожден ползать, ну, ползайте, так сказать, уходите в более плотную зрение, и вот эти политики, да, они сейчас тоже в этом состоянии находятся, они вот старую базу не могут использовать, а новые заставляют их меняться, а меняться как они, это, мы не любим перемен, мы боимся этих любых перемен, которые могут быть, и нового качества жизни, и поэтому вот то, что колбасит нас всех, ну, это тоже такая же вот тема глобальных перестройка или адаптации на новые частоты. Вы знаете, меня подкупило с первого же эфира, который я у вас посмотрел, ваша просто какая-то феноменальная разносторонность, и вот, и эзотерика, и медицина, и я вас хочу попросить, раз уж вы на книжку показали, поговорить как-нибудь по египетской оккультной традиции, мне кажется, это очень глубокая тема, не раскрытая, неизвестная широкая аудитория, но это я немножечко забегаю вперед, возвращаясь вот к нашему течению беседы, что касается нашей жизни, вот можно уверенно про нее сказать, все с нами согласятся, что она вот на данный момент утратила некую стабильность, которая была еще там 10 лет назад, возможно, 15 лет назад. Нестабильность и конфликты, это ведь с философской точки зрения, это источник развития, это как бы та разница потенциалов, которая заставляет, условно говоря, какое-то тело падать с высоты или течь электрический ток. И скажите, пожалуйста, что сейчас переживает наша страна и наши люди? Они переживают вот это принуждение к развитию или все-таки больше карму, вот то, что вы говорите накопилось за длинный исторический период, или и то, и другое одновременно? Чувствуется какое-то ощущение переломное от этого времени, в котором мы сейчас имеем честь находиться? Я понимаю, здесь придется, наверное, тогда сделать небольшую ретроспективу. Значит, у меня немножко другое восприятие, сами понимаете, с пятого измерения. Здесь вот, чтобы делать правильные вот эти прогнозы, как временные циклы работают, нужно уметь, что называется, выходить за пределы вот этих законов или циклов, то, что делало Мастердаму, то, что делали другие, там, Кеплер и так далее, то есть, другая форма сознания. Так вот, где-то, это было, наверное, в 89-м году, Татьяна Антонян решила издать, выпустить журнал Урания, это по астрологии журнал, и она обратилась ко всем известным астрологам, в том числе и ко мне, что такое перестройка, да, как долго она продлится, чем она закончится, и какие у нас перспективы у России, как у Этмоса. Вот тогда, вот в этом, первый номер журнала Урания, он у меня есть, могу, при желании показать, подтвердить, а на Таде, там еще такой шевелюрый, молодой, красивенький, вот фотографии есть. Короче, я тогда писал вот в этой статье, давал, я интервью давал, писал статью о том, что перестройка, процесс циклический, и он займет семь циклов, и начавшись в марте 85-го года закончится он в августе 2002-го, или где-то вот в конце 2002-го года. Каждый цикл по два с половиной года из этих семи. То есть с 17 лет вот эта перестройка должна была идти. В 2002-м году, я сказал, начнется переходный период, который рассчитан на 9 лет, и с 12-го года по 24-й мы увидим истинные цели и смысл того, что было начато в 85-м. Если вы помните, да, кстати, еще в 98-м году, в декабре, на одном из ток-шоу Кира Прошутинска, это была 13-я студия, там собирались многие футуровки, помните, да, вот там был и вот Никонов, да, известный, вот сейчас на первом канале, и Ясин, академик, и вот это был Парнов, Еремей, многие другие, вот люди, кто занимался именно прогнозированием, и вот тогда, когда до меня дошло, главные события 99-го года, если вы помните, 98-й кризис был, да, я сказал, что главным событием 99-го года будет отставка Ельцина, ой, что там началось, захлопали ногами, нет, мы никогда такого быть невозможно, Ельцин никогда не отдаст добровольно свой пост, вот главная была тема, тогда я сказал, что если он в августе 99-го не отдаст свой пост, то его в декабре, в конце декабря вперед ногами вынесут из Кремля, понимаете, то есть, опять же, вот эта вот тема, либо ты, значит, идешь в структуре перемен, либо ты не идешь, и тебя, так сказать, перекрывают, да, вот, так вот мы к чему это говорим, он почувствовал действительно, что так сказать, все, время его кончилось, нужно прикрывать спину, нужно отползать, да, отползать в сторону, да, и Путин пришел, и вот тогда, если вы, может быть, тоже помните, и КГБшник, и у него ничего не получится, туда-сюда, мои друзья тоже говорили, не, ребят, Путин надолго, до 24-го года, ой, нет, это не может быть, ну, то, что не может быть, мы смотрим, может или не может, никого это не интересует, но вот там, мы сейчас о чем говорим, есть определенные длительные циклы, есть определенные, то, что называется, владыки кармы, то есть, это сущности, которые находятся там, пятом или шестом измерении, и которые проекцируют или проектируют развитие этноса, ну, как садовники, понимаете, да, чтобы там вырасти дерево, нужно там, пять лет, и увидишь, какой плод с ним выше, так вот эти вот, там, сущности, их называют на востоке имамы времени, они распоряжаются не просто каким-то отдельным человеком, а ответственность, с имя которого мы с вами говорили, их там все там, около 200 государств, да, около 200 деревьев вот этих, на поверхности земного шара, и их тоже всех надо, кого окучивать, кому там, сучки обрубать, кого пересаживать, да, вот в этом контексте некая метафизика, другая, да, необычная, не для трехмерного сознания, и не каждый ее там поймет или примет, и то, что вы говорите, там люди находятся там, в депрессии, туда-сюда, из-за чего, ну, вот, опять же, христианство говорит, все там по воле Бога, да, так сказать, уповаем на его милость и прочее, 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 дают некую, как бы, настройку, что какие-то вот есть более высокие силы, есть Божий суд, на местнике разврата есть грозный суд, и так далее, да, вот это вот мы как раз тоже и говорим, что астрология оптимистичная наука по своей природе, потому что она позволяет понять, что как погода, да, есть пасмурно, но будет и солнце, да, вот многие, кто мои календари смотрят и говорят, мы иногда попадаем в депрессняк, потом смотрим, а, кривое состояние биосферы в провале, и, но мы видим, что она там через, неделю выйдет, мы говорим, ладно, наберемся, техпень проверим, она выходит, и они говорят, слушай, мне хотелось жизнь кончить самоубийством, вообще, я в депрессняке лежала, да, я, так сказать, вообще ничего, но я посмотрел твой календарь, поняла, что это, это не изнутри, это снаружи, да, такая плохая астральная погода, и вот в этом контексте вот эти вот законы астрологии, они расширяют, вот как бы возможность стратегию жизни строить правильно. Здесь отличный мостик получился к тому, чтобы мы вернулись к этому самому двойному дну из моего первого вопроса, апостола Павла, я вспомню, который в послании к римлянам сказал, что бездна богатства и премудрости, ведения Божьего, как недостижима судьба его, и неисследимы пути. Это в мир ушло более короткой фразой пути Господней неисповедимы. Я, откровенно говоря, не апологет крестьянской традиции, наверное, не дорос еще, Александр Викторович, но вот могу сказать, что вот именно это утверждение мне представляется глубоко логичным, и вот как та самая курица Рассела, которая не в состоянии понять, почему это фермер ее кормит, да, она даже как-то не улавливает, иногда какие-то подозрительные запахи с кухней, ферм, но это ей тоже ничего как бы не внушает никаких опасений, и вот а пропасть между Богом и человеком, ну, я не знаю, мне лично она непредставима, просто вот в квинтильоны раз она отличается от уровня, как муравей отличается от человека, да, или какие-то вообще таких цифр даже нет. Между тем, вот часто приходится слышать от разных лидеров мнения, что все, что происходит сейчас с человечеством, это некий план. У меня сразу возникает вопрос, а вот как отличить, ну, план никто не в состоянии понять, давайте это постулируем, да, при всем при том, что да, наверное, план, но мы как бы не понимаем же, к чему идет. А я вижу очень много, в частности, в политике, ну, такого праздника непослушания, окровенно говоря, то есть вот воспитатель отвернулся и детишки импровизируют. Вот, вот, как вы определяете, что вам дает основание понимать, что вот это план, а вот это вот мы, значит, что-то там на бедокуре. Ну, давайте начнем с апостола Павла, раз вы его упомянули. Вот, значит, мало кто знает, в его одном из посланий к Ефесянам прописана история, в которой мы живем. Он пишет о том, что там будут жуки ползать по дорогам с большой скоростью, птицы железные будут летать, какие-то эти самые длинные змеи железные будут по дорогам ползать. Он описывал вот то, что мы сейчас видим 2000 лет назад. При этом он был провидец, и он говорил, и поскольку нам не дано видеть в деталях будущее, и мы его видим мутно, как через бутылочное стекло, о, представляете, он тоже был провидец. Он давал возможность увидеть, как развивается этнос, или он как будет развиваться из надвремени. Вот оттуда, то есть, как он туда поднимался, ну, понятно, что у него был какой-то, во-первых, если вы помните, его на пути в Дамаск Христос посвятил, он там ослеп, да, Павел, зачем ты меня гонишь? Но это не было не только наказание, это была энергетическая перестройка, из-за которой действительно он на какое-то время ослеп. А давайте скажем для аудитории, немногие знают, что Павел был гонителем Христа изначально. Да, да, он был, причем он очень был такой, я бы сказал, он римлянин, во-первых. Христиан, вернее, христиан. Да, он римлянин был, он был из историкаристической семьи, очень высокой, у него была, я бы сказал, база, вот эта Тора, он все очень хорошо, прекрасно понимал, говорит, что там какой-то там, пришел проповедник непонятный, но когда этот проповедник ему сверху говорит, Павел, ты что меня гоняешь, гонишь, да, вот он принимал участие там в казнях даже христиан, да, вот, то есть мы говорим о том, что вот эта перестройка энергетическая произошла у Павла, а, а, возвращаясь к вашему вопросу, перестройка идет у всех, понимаете, только с равной скоростью, у кого-то она вот как этот гром среди ясного неба свалилась, да, и он, фопа, полностью преобразился изнутри, да, как бы в неком вот этом цветоносном теле стал пребывать и стал понимать, что вот этот вот мир, эта пещера, помните, опять же у Платона там говорили, если кто-то выйдет из этой пещеры, а потом придет и станет рассказывать, как там хорошо, его, скорее всего, опять... Не поверят, да, не ходи, не мути народ, да, вот, вот здесь мы говорим о том же самом, понимаете, то, что многие политики, они как бы не являются выразителями вот этих эволюционных идей, цепляются за старое, цепляются за старые принципы управления, да, кстати, гороскоп у Путина и дата его рождения две большие разницы. Мы же, мы же, мы же, мы же, не можем точно предполагать. он себе, так сказать, изменил дату рождения, да, а гороскоп-то я могу, так сказать, ректифицировать, я его просматривал, вот, в этом контексте, почему я вам говорил, что до 24-го года у него там кармическая задача, это не от того, что нравится ему, не нравится, многие ему просто не знают, он же хотел уйти в отставку, Ельцин его не отпустил, значит, он, так сказать, с заявлением к нему приходил, после того, как уехал Собчак, он тоже хотел покинуть Россию, и сказал, что я вот принимал участие в том, что Собчак выехал, если вы хотите, подписывайте заявление, до свидания, и вот это Ельцин оценил, да, и вот держать, не умеет держать слово, все, дальше понеслось, поехал, здесь, опять же, я не говорю про некую там идеологизацию Путина, он вошел с такой задачей, его послали, то есть владыки кармы создают условия, когда определенный человек в определенном месте в нужное время может выполнить работу, поэтому, когда мы говорим про роль личности в истории, про политиков, которые меняют этнос, они могут быть как со знаком плюс, так со знаком минус, и вот гороскоп, когда я, так сказать, я смотрю человека, да, политического деятеля, ну, например, Макрона, вот я еще в 20-м году, там, отвечая на вопросы, говорил, что он пройдет вот эти вот выборы, какого там, 22-го года, 60 на 40, он прошел 58 на, значит, 42, у него еще не выработан вот этот моторесурс, но то, что сейчас будет во Франции, и это потом поставит большой крест на его карьере, как на политика, понимаете, или Меркель, вот тоже интересный рак, по гороскопу, у него раскрытый гороскоп, люди с таким, про Трампа, тоже я много чего интересного рассказывал, может быть, на канале посмотрите, когда еще было неизвестно, будет он президентом, либо это будет Клинтон, это был апрель 16-го года, я сказал, что у Клинтона резко и пойдет спад, осенью, а у Трампа подъем, и если Трамп пройдет период, конец мая, июня, когда там на него будет компромат, он будет президентом, но при этом я сказал, что будет два года попытки импичмента, вот два года потом прессовали, то есть это можно поднять, можно посмотреть, а вот, допустим, Меркель, Меркель, казалось бы, вот она такая замечательная, у нее в гороскопе стоят аспекты развала этноса, и то, что она сюда, вот в эту Германию, притащила большое количество беженцев, это еще аукнется, опять же, в 24-25-м году. Я думаю, не только для Германии, вообще для всей Европы, это сейчас, мне кажется, проблема номер один Европейского Союза. Александр Викторович, дорогой, простите ради Бога, что вас перебиваю, я просто так предполагаю, что меня распнут, если я вам не задам этот вопрос. Вы уже третий раз сказали о том, что Путин... надо идти путем Христа, распятины для избранных. Нет, вы просто чуть получасом раньше первый раз сказали, что миссия Путина до 24-го года, сейчас это повторили, и я у вас хочу уточнить, а что, у нас в 24-м будет новый президент? Вы знаете, я не могу сказать точно, скорее всего нет, скорее всего будет Путин, но не уверен, что он весь следующий шестилетний срок будет править, скорее всего, где-то года через два ему эта история надоест, но он не может уйти, пока он не подготовит смену, понимаете? То есть он должен по-любому продержаться вот этот период, 24-й, 25-й, 26-й год, когда будет Америку очень сильно колбасить, и мы очередной раз окажемся на грани вот этого кризиса. Кстати, о Карибском кризисе я говорил еще в 19-м году и говорил, что если Путин не поменяет в начале 20-го года правительство, то в 22-м году у него будет... Да, 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 я слышал это в ваших эфирах, подтверждаю. Да, да, и это вот было как раз 15-го января, он поменял правительство, пришел Мишустин и по-другому все закрутилось, а Медведев пошел немножко по другой, да, дороги. Но я не исключаю, что там после вот этих всех катаклизмов, знаете, когда там штормы, там штурвал нужно держать и прочее, да, когда немножко будет поспокойнее, я не удивлюсь, если придет Медведев на смену, да, и будет также передача власти, может быть, там по состоянию здоровья, там или еще по каким-то другим вещам. здесь опять же, понимаете, это совсем небольшое удовольствие, я в прошлой жизни свои видел, я управлял этносом, это совсем небольшое удовольствие быть лидером, да, почему? Потому что ты лишаешься свободы личностной, ты завязан на большое количество людей, которые, может, тебе не нравятся, которые, может быть, они вообще, так сказать, идут не туда, ты должен их, вот вы знаете, как четверку лошадей Аполлон там на вершине Большого театра держит, да, кто-то вправо, кто-то влево, ты должен вот это постоянно балансировать, поэтому это такая специфическая кармическая работа, да, и вот, ну не каждый, будем говорить так, готов взвалить на свои плечи вот эту, вот этот груз, можно там голову... Ну как сказать, я вот хотел у вас уточнить, простите еще раз, что перебиваю, мне кажется, тоже очень важный вопрос, ну можно сказать, что вынуждено. Вот, что касается российской политической традиции, она же зримо отличается от европейской как раз вот этим самым моментом передачи власти, если в институциональной Европе это все проходит относительно легко, я сейчас не говорю там демократически, не демократически, то есть понятно, что демократические механизмы, они в значительной мере не работают и на политическом западе, они в значительной мере выхолощены там и так далее. Но тем не менее, значит, внешне это проходит все относительно безболезненно, нет, ну вот только может быть Трамп станет первым прецедентом, в общем-то нет каких-то таких, ну устойчивых традиций, расправ, да, с ушедшим в отставку лидером, ну вот Саркази, только что еще, да, ну это вот скорее это исключение, которое подтверждает правила. А у нас это всегда, ну просто вселенская катастрофа, то есть это, значит, это новый баланс элит, это всегда какая-то поножовщина, ну чаще всего под ковром, и как бы на этот раз это все не вылилось за пределы этого самого знаменитого кремлевского ковра. И у меня к вам вопрос такой, это вот что, какое-то родовое пятно России, что у нас вот, понимаете, вот казалось бы, вот с точки зрения того же самого Путина, ну вот посидел ты там, допустим, два своих срока, да, ну хорошо, ты там не сильно как бы переформатировал ситуацию под себя, ну не нравился тебе председатель Госдумы или там глава Министерства, конституционного суда, ну черт с ним, в конце концов, зато ты спокойно уйдешь, будешь читать лекции, будешь писать мемуары, и что получилось, что опять вот нас ждет вот этот вот исторический как бы катаклизм, передача власти в России. Вот что с этим делать? Мы когда-нибудь будем жить вот спокойно в этом смысле? Ну это мы опять возвращаемся к вопросам этнического развития, вопросам этноса. Опять же напомню вам про монаха Авеля, помните такого? Василий Васильев был такой в миру. Вот, и значит у него была такая история, он там ходил по монастырям, он там паломник был и прочее, в какой-то момент он-то где-то там простудился, очень сильно был при смерти, и к нему пришли вот эти вот владыки кармы, и говорит, мы тебя вылечим, если ты будешь людям сообщать, что с ними будет, да, так сказать, будешь писать, что мы там в свежку скажем. Он, естественно, выборник, он не богатый, либо умрешь, либо, так сказать, это... Предложение, от которого невозможно отказаться. Да, он согласился, и дальше понеслось, поехало. Ему, значит, соответственно, значит, сказали, вот, так сказать, он стал там рассказывать многие вещи такие, которые не укладывались, его стали прессовать. Услышала Екатерина Вторая, сказала, ну-ка расскажи, милый друг, когда я, значит, когда мой век закончится, он ей сказал, в точность, да, вахты такой-сякой в монастырь его посадили, да. Соответственно, пришел Павел, так сказать, Павел опять его вытащил, он ему тоже всю эту историю рассказал, опять в монастырь. Приходит Александр Первый, его опять из монастыря, тот ему рассказывает про поход Наполеона, про то, что Москва сгорит, и то, что его там свергнуть. Александр Первый его в монастырь, а сам, так сказать, разыграл комедию с собственными похоронами в Таганроге, да, и у нас вот революция пришла, вот мы отвечаем на ваш вопрос, да, вот это вот первая революция, фактически, декабристы, которые устроили по принципу парламентской республики, и по принципу Робеспьера было бы, этот релеев, он еще малый был, еще тот, Робеспьер бы, так сказать, здесь бы тоже в ладоши похлопал, он бы там много элиты обезглавил и посадил. Вот, но, опять же, Николай Первый смог это удержать, да, так сказать, смог эту структуру масонскую, которая была, так сказать, заряжена, и, собственно, так сказать, и Павла Первого они строили, вот, под себя, и хотя Александра Первого, ну, с Александром проще, оказалось и так далее, но в любом случае, мы говорим о том, что этнос, он живет по некоторым законам, и когда Николай Второй в 901 году прочитал вот эти сообщения Монах Авеля и то, что у него в 17-м заканчивается срок, да, он был очень сильно опечален, и когда к нему пришел Столыпин с планом развития России до 1925 года, это в 10-м году было, он махнул рукой, что ты мне про 25-й год говоришь, мне 17-й бы как-нибудь пережить, то есть мы здесь понимаете какие-то вехи истории, вот, которые, ну, будем говорить так, астрология просматривает, в свое время Запрягаев в книге «Язык звезд» еще в 1905 году писал о том, что революцию ждет Россию в 17-18 годах, но истинный смысл этих перемен проявится в 37-38, опа, представляете, да, революция поела всех своих родителей, и мы здесь как раз и говорим, что возможно, да, действительно стоит уйти одному, приходят другие, начинают совсем по-другому перестраивать или перекраивать этот сад, огород, который был перед ними выстроен, но, опять же, здесь я могу сказать, что в 25-м году закончится, должен, вернее, закончиться вот этот негативный цикл. Ух ты, благая вещь, спасибо. Дело в том, что, да, это, ну, только я об этом говорил, Эдгар Кейси говорил, что Россия после 25-го года воскреснет и будет светочем, неким настройщем для всего мира Ванга, про тот же самый, это уже спустя Кейси в 45-м умер, Ванга это говорила где-то в начале 90-х, что Россия, так сказать, несмотря на вот эти все катаклизмы, тому же, Ельцину, по-моему, она тоже давала, так сказать, прогнозы, говорила, что после 25-го года Россия выйдет на другой уровень и она будет вот как бы для многих собирателем. Но мы сейчас видим, этот процесс идет. А мы можем на этом чуть-чуть подробнее остановиться? Я вот, поскольку человек такой полицошизоидный, слушаю много разной аналитики и хочу вам сказать, что если вот анализировать нынешнее состояние России, ну как бы вот со всеми ее вводными, то есть на данный момент мы имеем технологическую изоляцию, мы имеем улучшающуюся финансовую ситуацию, ну про демографию без слез вообще говорить нельзя. И я вам хочу сказать, что в общем-то вот если учитывать вот это вот все суммировать, то с точки зрения большинства вот аналитиков, к которым я прислушиваюсь, шанс для возрождения России он ровно один. Помните, есть такое выражение интеграция тень, такой психологический термин, если она сможет интегрировать свою тень, то есть проработать свои негативные моменты, которые накопились совершенно право за столетие, да, и как-то вот отряхнувшись от всего от этого, она сможет пойти вперед. Но все-таки вот я как-то меня смущают вот эти вот материальные факторы, которые все против подъема нашей страны. Технологические, демографические, вот как это может быть преодолено? У вас есть какое-то видение? Ну, вот то, смотрите, сейчас тоже интересная такая идет история, многие астрологи об этом говорят, Плутон меняет свою реконструкционировку в знаке Зодиака, он был в Козероге, в Козероге лет 20 с Гаком. Плутон в Козероге это обновление политической власти, это резкие перемены в социально-политическом устройстве во многих странах, это общая тенденция. Вот, а сейчас он сделал первый заход в знак Водолей. Водолей с Россией связан, Козерог связан с Китаем, 25 марта это произошло, и вот мы видим в конце марта Си Цзиньпинь и Путин вдруг создают программу, это даже не на год, не на два, не на десять, это программа вот этого объединения территорий, да, там транзиты будут через железнодорожные пути идти через Китай, через Россию в Европу, морские пути, это программа лет так на двадцать, а то и на пятьдесят. Мы сейчас не знаем, что они сделали, ну, о чем договорились, но стратегическая программа просматривается именно на этот долгий период. То есть мы говорим о том, что скорее всего, опять же, кто из этого больше выиграет, мы не знаем, у Китая своя стратегическая политика, и он считает, что до 2045 года, по-моему, у него план, чтобы китайская нация правила миром, да, он Африку фактически поставил уже под контроль, сейчас Ближний Восток, он, так сказать, активно внедряется и прочее, а дальше понятно, что с Россией тоже будут похожие, так сказать, отработаны технологии, да, внедрения, но мы говорим сейчас о том, что альтернатив-то у России немного, так сказать, здесь нужно находить вот какую-то взаимовыгодную основу и создавать то, что даст развитие российскому этносу, и я думаю, что это как раз процесс более активно запустится после 24-го года, вот сейчас они будут только... Все-таки вы связываете это с переменами в верхах, то есть с триггером, что будет непосредственно, перемены политической линии или... Здесь любой политик, например, как Си Цзиньпин или там, как Путин, перемены в верхах, они как минимум два года, да, вот там двухлетний цикл марсианский, он просматривается, каждые два года у нас идет вот там двадцатый год, двадцать второй год, двадцать четвертый год, двадцать шестой, да, вот эти вот как бы вот такие синусоиды, они накладываются и работают, поэтому вообще, чтобы вы тоже имели понимание, идеология это очень важный такой момент, это перемена мозгов, она работает раз в 36 лет, цикл. Это цикл соединения Сатурна с Нептоном. Привожу пример. Семнадцатый год, плюс 36, 53-й год, смерть Сталина и окончание тоталитарного правления, еще 36, 89-й год, да, видите, 89 плюс 36, да, понял, 25-й год. Идеология, да, коммунистическая рухнула, да, там была, так сказать, идеология вот эта Сталина, со сталинизма, да, до этого была идеология коммунизма, 17-й год запустилась, а в 25-м году запустится идеология вот новой такой, я бы сказал, межэтнической кооперации. И более того... Можно вопрос по Китаю, потому что я предвижу аудиторию, он сразу, значит, появится, тем более, что я, как бы в своих эфирах политических высказываю очень такой некоторый скепсис в отношении вот этого альянса России и Китая. Дело в том, что Китай, его цивилизационная привлекательность, Китай, мы, пожалуй, вы правы, впервые в истории наблюдаем некую экспансию Китая в Африку, ну, прежде всего, экономическую, конечно, не военную и в какой-то мере идеологическую, но цивилизационная привлекательность китайского проекта с моей точки зрения, она строго равна нулю. Вот для всего остального мира, неважно, для политического юга, для политического Востока, Японии, там, для европейцев, уж тем более, тем более для американцев, для которых это, ну, Китай сейчас позиционируется как враг номер один. Я имел дело с китайскими предпринимателями и вообще с Юго-Восточной Азией, что вам сказать, что вот они обманут, как говорится, с гарантией. Да, да. Вот, то есть, собственно говоря, сейчас уже видим в ценах на энергоносители, в том, как, так сказать, вот сотрудничество с Китаем идет тяжело. И на чем тогда основан ваш оптимизм вот в этом векторе возможного развития России? Можете пояснить? Что касается Китая, то я, честно говоря, тоже не фанат китайской культуры, хотя у меня на самом деле есть вот подоосизм, книга называется Фэн-шуй, любовь. Подоосизм, да, да, конфуцианство, нет вопросов. Да, да, она, значит, тоже позволяет как бы энергетический баланс выстроить и прочее. Но китайцы, конфуцианцы, и даосов они всегда преследовали, всегда убивали. На протяжении, и даже Лао Цзы, вот этот главный даосский, он сбежал, да, уехал, на осле, на буйволе, потому что его преследовали те же самые конфуцианцы. И они имеют психологию, я бы сказал, более материальную. То есть, у них духовных вот этих задач, роста, кого-то российская вот эта вот и душа непознанная, у них этого нет. А у них три тела четкие, отработанные. Более того, могу сказать, что у них отработана горизонтальная магия. В том числе магия как стратегема успеха. А, эти 36 стратегем успеха, 64 гексаграммы. Это тоже некий способ поставить под контроль сознание. Вот у американцев тоже такое же есть. Но у китайцев это немножко по-другому заряжено. И у них, я бы сказал, родовые связи более крепкие. Поэтому все, что хорошо для рода, это хорошо. А как кого-то обманешь, кого-то убьешь, это не важно. Вот против этого как раз японцы самое большое количество во время Великой Отечественной войны, знаете, было убито китайцев именно. 32 миллиарда не нужно. У нас 27 погибло. Японцы именно это искореняли. У них своя культура, у них другое отношение к жизни. И они старались именно все это перестроить. Так вот, действительно, я с вами согласен, потому что когда я там смотрел, спрашивал про Китай, что там происходит, они говорят, мы боимся этой красной плесени. Поэтому здесь с Китаем, конечно, это очень такая тонкая игра, и что, так сказать, они могут сделать, что они делать не будут, это вопрос к политикам, к нашим, которые должны быть те выше на этом уровне. Но сейчас у нас нет особого выбора, понимаете, вот это вот, то, что сейчас выстраивается, это, вот как в шахматах называется, цейтнот. А ты должен делать... Да, цейтнот, вернее, каждый ход ухудшает, и цейтнот, и цейтнот, и цейтнот, и цейтнот, то есть в короткий период времени ты должен делать какие-то быстрые ходы, и поэтому не обдумал даже некоторые моменты. Но я думаю, что вот этот 25-й год, он многое чего, так сказать, разделит, в том числе и в самом Китае, в том числе и в Америке. Они же на грани кризиса, Александр Ильич. Вот я вам как экономист говорю, что Китай, да, внутренний, внешний долг 300% ВВП, то есть у них их модель развития, в общем-то, ну, вот переизбрание Си Цзиньпина говорит о том, что это модель в кризисе, сейчас нельзя менять коней на переправе, именно поэтому, так сказать, вот китайская верхушка пошла на то, что, так сказать, его сохранить, потому что, ну, момент такой очень серьезный. И, в общем-то, я вам хочу сказать, что вот малейшего дуновения, экономического хватит, чтобы Китай свалился в, просто в, так сказать, депрессию, по сравнению с которой великая американская, покажется такой легкой прогулкой, потому что Китай, давайте для зрителей скажем, это же фабрика мировая, да, но бухгалтерия которой, финотдел и технологический отдел находятся не на фабрике, а вовне. Это делает их крайне уязвимыми, вот, мировой конъюнктуре, и я, кстати, по этой причине, вот сейчас многие говорят об этом конфликте, возможном Китае-Западе, я как-то в это особенно не верю, понимая, что китайцы люди прагматичные, и они понимают, что если они лишатся 85% своего экспорта, залезли высоко, ну и падать тоже больно будет соответственно. Северно-юх может пойти, да, войной может быть там гражданская такая вот, что называется. Давайте еще вспомним Тайвань, все такое прочее. Ну, что касается Тайваня, я все-таки ожидаю, что в этом году там обострится осенью, это будет то, что я говорю, корейско-тайваньский кризис. Вот это, вот этот кризис 22-го года, который мы пережили, я говорил еще там лет 5 тому назад, что это будет повторение Карибского кризиса 60-го года, 62-го. То есть, цикл 60-летний, так сказать, вот здесь вот спроецировался. Но это еще не закончился, этот кризис, и вот в том же октябре, в ноябре, вот этого 23-го года, нашего года, значит, тема выяснения отношений или объединения, значит, Тайваня с Китаем, с военными, в том числе, вот этими противостояниями, она будет поднята. То есть, закончится, допустим, осенью, там, к сентябрю, к октябрю проблема с Украиной, с Украиной начнется проблема у Китая. В этом смысле, так сказать, мы говорим о том, что то, что вы сказали, действительно, это может пошатнуть экономику Китая, в том числе, и связи эти внутренние. Так вот, в контексте ответа на ваш вопрос, я думаю, что вот это отношение России с Китаем, которые сейчас были обговорены и намечены, они как некая дорожная карта только выстроены, но без них ни Китаю, ни России нельзя будет решать свои внутренние экономические проблемы. поэтому это взаимовыгодный такой вот альянс, что называется брак просчетов. Но требующий держать руку на пульсе и быть очень внимательным с таким партнером, да, то есть вот можно ли сказать, что вы разделяете мои опасения по части? Абсолютно, я говорю, более того, у меня там были в свое время даотские воплощения, понимаете, они, как вам сказать, они разрушали монастыри, вот мой монастырь, там моих всех поубивали, то есть у них нет морально-нравственной категории, которыми руководствуется, вот, допустим, европейский человек, россиян, нет этого. Абсолютно нет. Если верна теория, что нас на эту планету завезли, а вот этносы Юго-Восточной Азии завезли вот откуда-то из другого места, я просто провел какое-то время в Юго-Восточной Азии, но это просто Марс, то есть этические различия там колоссальные, просто колоссальные, сейчас не хочу там останавливаться. Александр, мой дорогой, у нас эфир получается, мягко говоря, сенсационным, мягко говоря, очень много содержательных вопросов затронули, вы сказали очень много вещей, которые будут интересны аудитории, которые будут резонансными, и я вас хочу спросить, не устали ли вы, потому что у нас еще на полчасика. Нет, у меня, что называется, когда вебинар я провожу, там тоже у меня часа два-три спокойно я не могу отработанно идти, поэтому здесь у нас как вебинар. Вы знаете, вы очень правильно задаете вопросы, я так понимаю, ретранслируете вот именно запросы подписчиков своего канала, и, ну, вот такой, как вам сказать, магический кристалл, да, через который вот с разных сторон можно отражать, значит, вот в разные стороны, да, так сказать, те или иные информационные блоки и лучи. Вот поэтому, так сказать, спрашивайте, я постараюсь, как я это вижу, я постараюсь и это озвучить. Значит, давайте тогда отдадим в оставшееся время должное той части аудитории, которая больше интересует гуманитарные вопросы, нежели политические, а в конце, ну, без этого опять-таки, я так подозреваю, меня распнут, коротко озвучите прогноз астрологический на год. Вы его так сейчас штрихами наметили, в частности, меня опять очень порадовало, что где-то должно утихнуть конфликт вот этот, который я воспринимаю очень близко к сердцу, мне кажется, что это как, я по менталитету все-таки живу еще, пусть в красной, но империи, да, и мне кажется, что это как, ну, родственники между собой конфликтует, вот какое-то такое ощущение от происходящего, и если вы говорите, что это должно хоть там как-то притихнуть или закончиться, то мне кажется, что это благая весть, действительно. Вот что касается, знаете, поскольку мы сегодня говорим в среду, в День Одина, вопрос такой философский, вот смирение, да, моя жена меня все время к нему призывает, вообще вот наши мудрые женщины, которые с нами идут по жизни, они мужчинам дают примеры стойкости и мужества, как это не парадоксально звучит. Скажите мне, пожалуйста, вот с вашей точки зрения смирение это добродетель, вот иногда просто я часто вижу, что ей этим смирением прикрывает проигрыш в жизненной борьбе. В речах Высокого, раз мы Одина вспомнили, есть замечательный стих такой альтерационный, уж не помню его номера, советы мои лотфов не слушай, на пользу их примешь, коль ты их поймешь. Злые поступки злыми зови, мсти за злое немедля. Это, как ни странно, гимн смирения, да, ну то есть это призыв к следованию своему предназначению, в данном случае к борьбе со злом, да, то есть просто вот хочется, не хочется борись, вот мы попали сейчас в такие обстоятельства, нравится нам, не нравится, надо бороться. Вот какое смирение правильно, с вашей точки зрения, Александр Ильич? Ну, смирение это приобретение мира в своем сердце, в первую очередь. и вот во втором томе чакры, о которых вы говорили, да, я показываю технологии, которые позволяют создавать некий баланс между верхними центрами и нижними. Сердце это точка сборки. Мир в сердце это одноизначает умение контролировать связь по вертикали и по горизонтали. Смирение это не значит инерция и принимать все на себя. Смирение это принимать даже битву, войну спокойно. Со смирением можно конфликтовать с супругой, с ребенком, с окружением, но ты понимаешь, что это язык общения вот для них. Вот он понимает такой язык общения в виде отказа от сладкого, отказа от телевизора, от этого окрика. Иногда нужно вот что называется со смирным сердцем, но, так сказать, взять в руки ремень. Потому что это твоя внутренняя как бы задача воспитателя, да, женщина, да, женщины, извините, много у вас аудитории женщин, но многие женщины одержимы. одержимы это не я придумал во время, во-первых, три месяца после родов они ненормальные с точки зрения психологии. Это психологи знают. В течение трех месяцев во время месячных они ненормальные. Почему? Эндокринный шторм, перестройка. Они не могут быть смиренными. Им нужен мужчина со смирным сердцем, который им объективно скажет, вот тут ты дорогая не имеешь права делать вот так, а здесь ты должна делать вот так. Если он это делает со смирением, она это поймет, что это не от зла, не со зла. Это объективная реакция на то, что у нее внутри происходит и то, с чем она справиться не может. Большое количество действительно вот этих темных сил они пытаются провоцировать человека на негативные эмоции, на страсти. Все святые с этим боролись, со страстями. А это что такое? Это негативный, мы говорили, музыкосфер. Когда идет негативное вот это влияние низких частот, инфернальные зоны как бы колышутся и те бесплотные сущности пытаются нашу энергию, как вы говорили, прокур, вот нашу энергию на кухню затащить. Понимаете? Смирение позволяет объективно увидеть эту картину. И монахи это но при этом они смирно принимают, ну да, вот тут вот бес пришел, ну вот крест на тебе и там святой водой окропили. Не эмоционируя, не говоря, что у ты такой сякой, рогатый, нехороший. Ну они ответственно, вот, но это силу дает, да, это дает силу. И вот тут тоже как-то я с одним батюшкой разговаривал, гордыня и гордость. с гордыней надо бороться, но гордость должна быть. Конечно. Вот, поэтому здесь это вот где-то похожие понятия. Смирение это внутреннее состояние, да, это баланс, это внутренняя защита, это внутренняя стабильность, это твоя крепость, да, так сказать. А внешний мир, он должен, что называется, тоже, так сказать, быть контролируем, под контролем. Потому что без смирения ты неправильный контроль делаешь. Без смирения ты можешь голову кому-то отрубить, а потом, а как же назад ты ее приставить? Ну, все. Вы попались, темные силы, так сказать, вас подтолкнули к вот несмирному проявлению. Ну, вот это вот все с точки зрения биоэнергетики хорошо просматривается, потому что вот если мы говорим там про чакры, да, мы говорим, что человек начинается, вот у христианей говорят, выше сердца. Вот у меня, кстати, девять чакр, а не семь. Вот здесь описано большее количество, то есть девять измерений. Мы с вами говорили только про пятое, про шестое и выше не говорили. Но когда мы говорим о христианстве, они говорят, что человек начинается выше сердца. Но основное количество людей... Выше анахата чакр, да? Да, да, то есть или вот в этой зоне вот где вы говорите смирение как раз и живет. Кстати, вы показали две свои замечательные книги, мне кажется, они должны быть настольными для любого человека, который хочет свою... Ну, есть такое сейчас модное слово, друзья, психосоматика. Психа – это душа, сомас тела. Вот кто хочет и психа, и сомас поддерживать в рабочем состоянии, вот я считаю, что вам нужно ознакомиться с этими замечательными книгами. Может быть, дадите пару каких-то простых рекомендаций из этих книжек? Я хотел как раз о них рассказать. Вы знаете, здесь я вот как раз во втором томе, это вот практика, там кроме теории практики, значит, говорю о том, что человек не только физическое тело, а вот это его двойник, который над головой находится, он на самом деле является нашим духовным телом или духовным наставником, духовным учителем, и там находится память о прошлых наших воплощениях, и через него мы можем подниматься выше. И вот утром, утром, да, вот это суринамаскар называется, да, практика, она там 12 упражнений всего, но ты здесь вот, что называется, набираешь энергию солнца, активизируешь этот двойник, распределяешь эту солнечную энергию по своей ауре, приобретаешь некую светимость, смирение, в том числе, да, так сказать, баланс энергетический. Самое интересное, что это бессознательно чувствуется окружением. То есть, если ты нормально, что называется, заполнен солнцем, к тебе люди потянутся, будет проще, люди к тебе потянутся, да, но это принцип харизмы, это принцип любого успешного человека. То есть, если он умеет управлять своими внутренними полями, люди к нему будут как на камертон идти, настраиваться, и говорить, о, этот правильно, это звучит, а этот как-то не очень, да, вот это вот тоже на бессознательном уровне многие мы чувствуем. Кстати, тоже такая, значит, говорят, что женщины там тонкие, а мужчины не очень. Американские психологи проводили эксперимент. Они, значит, взяли шесть женщин в разные фазы их месячного цикла, по-разному одевали, по-разному там красили, причесывали, и показали эти фотографии мужчинам. Что вы думаете, 95% безупречно выбрали тех женщин, у которых период овуляции. У них энергетика выше, они смотрят, они говорят, мы не знаем почему, но мне кажется, что она легче пойдет на контакт. Правильно, она легче пойдет на контакт, у нее энергетика больше, она радостнее и прочее. А та, которая замкнулась, да, внутри там себя, не до мира, он понимает, что там бесполезно время тратить, да. И здесь мы говорим такая же история, если ты себя подзаряжаешь, да, как-то осознанно себя как экстрасенс, поддерживаешь из той пещеры платоновской, про которую, мы говорим, выходишь иногда, да, соответственно, у тебя появляется больше шансов реализовать там таланты, способности, общение и прочее. Вот здесь под лежачий камень и вода точно не течет. Вот в этом смысле я вот и как раз и объясняю, и там фэн-шуй любовной мистерии рассказываю, как усиливать микрокосмическую орбиту или в чакрах, или там в египетской Библии эту тему поднимаем, что принцип эволюции никто не отменял, да, некую иерархичность и структурность надо создавать осознанно. Вот в свое время Елена Рерих, она, значит, создатель на йоге, да. Елена Ивановна, да, я с удовольствием читал ее трудно, потрясающе, всем рекомендую, друзья. Да, вот письма Махатм у нее, так сказать, вот такая вот очень-то большая работа. Так вот она вот в этих письмах Махатмы говорила, что Махатмы говорят, люди, возьмите на себя часть работы по своей духовной эволюции. Мы тогда можем помочь, да, лошади, которая начинает тянуть, ей хочется помогать. Вот, поэтому здесь всю дорогу осиливает идущий, вот, и смотрящий вдаль. Вы, конечно, не смотрели мой эфир авторский под названием «Трудно быть Богом». Я его завершил так несколько пафосно, но я считаю, что это было оправдано, сказав следующее. Давайте помогать нашему отцу, ему трудно быть Богом. Ну, эфир получился такой несколько глубокий, может быть, немного личный, и я с вами абсолютно согласен. Конечно же, мы часть своей работы, то, что мы должны сделать, мы должны проделать сами, и никто за нас за это все не сделает. Я, знаете, вот, попытаюсь держаться ближе к позитиву, потому что мы сегодня говорили о сложных вещах, как-то, мне кажется, чуть-чуть, вот в нашей сегодняшней беседе, вот щепотки позитива, щепотка позитива не помешает. Вот есть взгляд, мы вот с вами говорили про Платона, а кто-то из немецких философов сказал, что, в сущности, вся остальная философия это заметки на полях Платона. Значит, была еще такая пифагорейская школа, о которой вы тоже упоминали, и пифагорейский взгляд на мир предполагает, что мир сотворен с совершенным существом, он красив, разумен, динамичен, а значит, можно принять участие в этом творении, стать сотворцом, и именно в этом пифагорейцы и видели смысл жизни. Есть такое, знаете, доказательство бытия Божьего от Фомы Аквинского, которого что-то как-то так походя в романе «Мастер и Маргарита» сказали, что как-то их легко там опровергали, я почитал, вот ни черта их, по-моему, нельзя опровергнуть, меня как инженера впечатлило доказательство от движения, поскольку мы видим, что все вокруг движется, это движущееся, когда-то было приведено в движение чем-то другим, это другое третьим, а в начале этой цепочки Бог. Но что-то было первотолчком для движения. И то есть Творец за нас оплатил вот эту коммуналку нашей этой прекрасной, динамичной, сверкающей Вселенной. Мы ему должны, наверное, за эту всю электроэнергию, грубо говоря, скажите мне, пожалуйста, не участие в сотворении, не раскрытие своего таланта, не использование таланта, наказывается, по идее. Ну, это как в притче, да, о талантах. Я вот здесь вот тоже привожу эту притчу о том, как вот государь, так сказать, дал по таланту своим, так сказать, как бы в кредит, так сказать, он дал инвестиции. И один там пошел, так пошел, прогулял, но зато у него там какая-то информация появилась, другой их пустил в оборот и заработал, там пять ему этот талант вернул, а кто-то просто в землю закопал. А вот вы знаете, в этом контексте вот это реанкарнационная, да, вот эта идея буддийская, она тоже говорит о том, что ты должен с каждым витком спирали подниматься все выше, выше и ближе к Богу, к Богу-создателю. Выходить из этого мира плотных животных энергий и, значит, эволюционировать, ну, как бы поэтапно. Мы не можем сразу полетельцы в небо туда подняться, но принцип вот некой иерархичности, как говорят, свобода, равенство, братство, да, но это абстрактная идея, которая не имеет ничего общего, может, чистой свободы нет, а чистого братства, тем более, да, так сказать, и не братом мне, да, вот, и, значит, вот равенство тоже отрицает некую иерархичность, да, мы вот в этом смысле все находимся как в некой фрактальной объемной если наш вот этот вот микрокосма как некий фрактал начинает входить в резонанс с большим объемом, да, у нас вот это меняется уже отношение к миру, да, как говорится, не надо ругать темноту, лучше зажги свою собственную свечу, да, то есть хоть немного света, но на какое-то время ты создашь вот это вокруг себя некую новую зону, вот, и в этом смысле, вот опять же, по поводу сотворения мира, да, здесь вот египтяне в этом смысле, они как бы подошли к понятию большого взрыва изначально, вот сейчас она у нас существует, значит, они говорили о том, что бог создатель, Ату, он создал некое первозданное яйцо, в него вложил он часть своей жизненной энергии, слюны и семени, он это яйцо подарил мир, то есть птица феникс, да, понесла, принесла его над остров так называемого пламенеющего огня, здесь она прошла инкубацию, а потом из этого яйца вышли четыре пары творческих сил, ну, четыре стихийных силы, но они дуальные, да, так сказать, агдада такая, и она начала творить эти матрицы жизненные, вот о которых вы говорите, то есть это не сам бог Атумса говорил, он создал это яйцо, он дал его, так сказать, птице, говорит, иди, так сказать, передай, да, вот некая как прометеевская, да, идея, вот мы в этом смысле ответственны за вот эту жизнь и за те возможности, которые она предоставляет, да, потому что если мы думаем, да, кто-то когда-то там, так сказать, нас что-то там освободит, спасет, там и прочее, а вот молимся там с пятой на десятой, энергетику свою не чувствуем, там, свои страсти, так сказать, тоже со смирением не принимаем и не переделываем, да, в этом контексте мы, мы, как животные, неблагодарные, да, так сказать, получил и все, забыл, как кошка, да, поела и пошла по своим делам, вот быть сотворцом, это вот это чувствовать ответственность за свою жизнь, за свой микрокосм, и за то, что, так сказать, тебя сверху, как некую звезду, видят и хотят, чтобы ты, так сказать, увеличивалась, освещала, я как-то вот когда-то в пирамидах проходил по священию, я спросил, как вы нас видите, потом сверху, а они мне показали такую картину, вот вы смотрите на звезды, да, вы вот видите там некие там вкрапления отдельные, так сказать, там, 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 у нас такая же история, то есть мы, говорит, вот видим у вас звезды разной величины, у кого-то там она там красная, у кого-то желтая, у кого-то синяя, там, да, у кого-то побольше, у кого-то поменьше, но мы когда хотим помочь людям, мы начинаем соединять их лучами, некие созвездия, и тогда целый кусок неба начинает освещаться, да, то есть, если ты начинаешь, вот вы начинаете вести канал, вокруг вас сразу, сколько народа собралось, и для них вы некий центр сборки, или как, вот, я говорю, магический шар, и каждый что-то свое увидит, да, у меня такая же история, я примерно так же отвечаю на вопросы, помогаю людям, как бы увидеть, с другой стороны, да, жизнь, или там сверху немножко, и вот в этом контексте как раз мы говорим, сотворчество, это увеличиваешь свою там святимость, расширяешь свое сознание, тебе люди потянутся, потому что уже не от тебя зависят, это зависит уже от тех вот сил, которые видят, что ты можешь увеличиваться. И в этот момент ты богам становишься более заметен, что не может не быть привлекательным, да, для, для вот этого вот духовного саморазвития, правда же? Они же, они же тоже, говорю, как астрономы, да, они, так сказать, не могут простым взглядом, там, без какого-то прибора, без какой-то астральной трубы увидеть, что у нас в этой нашей более плотной реальности происходит, да, но если мы увеличиваем святимость, нас становится, как в тумане, да, мы начинаем, так сказать, как мы маяк, да, пишет книжечка моя, люди, будьте как маяк, да, те, кто ночью плыть не может, освещая огнем дорогу, вот это вот правильное маяковский чувство, да, и мы здесь все поставлены в тот или иной, так сказать, контент, да, или контекст взаимоотношений, да, для того, чтобы не просто там быть ведомым, да, а для того, чтобы свои таланты, свои какие-то способности развивать, раскрывать и подключать тех людей, которым это интересно. Слушайте, это потрясающий образ, Александр Ильич, я впервые такое слышу, вот это вот человечество, как звездное. Ну, так они нас видят, они нас так видят, потому что здесь еще я вам, знаете, скажу вот такую тему, мы поднимали с вами тему, значит, апостола Павла, да, и нисхождение к нему Христа в фаворском свете, да, он его видел, он его слышал, хотя окружение не слышит, но, понимаете, они как дейвингисты, чтобы сюда спуститься, найти там какой-то затонувший корабль, им нужно там определенные запасы этого кислорода в виде эфирной энергии, определенный там скафандр на ноги там и на пояс, утяжелители, из этих тонких этих самых измерений сюда к нам прийти. Это для них не очень большое удовольствие, это как вот мне говорил один ведущий человек, что человек чувствует по смерти. Она мне сказала такую потрясающую духоподъемную вещь, она говорит, знаешь, такое ощущение, как будто ты ходил по илистому дну в этом тяжелом водолазном костюме, а тебя подняли на солнечную палубу, сняли этот шлем, освободили от всех этих, и дышать легко, и ничего не болит, и это было потрясающее сведение, я, конечно, был воодушевлен в тот момент. Это на самом деле. Вот я сейчас, вы знаете, интересная тоже тема, я сейчас отдал в печать книгу об Андрею Рублеве, троице, вот, и оказывается, он, вот в эту троицу заложил очень большое количество матриц, сакральной геометрии, очень большую идеологию, идеологию, именно такую вот, я бы сказал, гностическую, духовную, где там и Бог-творец, и Бог-сын, там, короче, такая книжка, страниц, наверное, на 300, и плюс еще иллюстрации штук 30, с сакральной геометрией. Когда вы все это успеваете, Александр Викшов? А, что называется, сказали, брудук-птичка, значит, должен летать, тут вариантов нет. Короче, я к чему, вот, говорю, а, кстати, это вот тоже была тема с ним на канале, он тоже сюда приходил, вот так же, как этот дейвингист, и говорит, я хочу обучать тебя сакральной геометрии, я говорю, да не надо мне, у меня есть египетская сакральная, геометрия египетской Библии и в двух томах я все изложил. Нет, я должен. Ладно, а я понимаю, что это для него был труд, нырнуть сюда, проплыть, вот это вот спуститься, ну, тут некомфортно и прочее, ну, по ходу пьесы несколько раз он приходил, давал указания, сделал там, двухтомник сделал, первый том с горем пополам, вот, добил, два года я это делал. Короче, я к чему это говорю? А после того, как он ушел в Тонкий мир, это был 1430 год, там было боровое поветрие в Адродниковском монастыре, у него остался его друг Даниил Черный. Он к нему приходит во сне и говорит, ты знаешь, я в раю, как здесь классно, как здесь хорошо, и я тебя сюда проведу, давай ты там не засиживайся. То есть, он уже поднялся по этому каналу, да, вот как вы говорите, как ваша знакомая, он это все ощутил, и он вот некую эту нить связи к своему другу направил. Вот наши, помните, как у Высоцкого в песне, значит, наши павшие нас не оставят в беде, наши мертвые, как часовые, отражается небо в лесу, как водители, стоят губы. Вот наши предки, они в этом смысле тоже там вышли вот в этот мир, да, и в этом контексте, если у нас есть эти родовые связи, если мы, так сказать, можем, что называется, настраиваться на это всплытие, да, у нас постепенно вот эта уверенность, смирение, как Вы говорите, вот это состояние понимания полноты, оно возрастает. Это внутренняя работа, да, понятно, что, так сказать, нужно создавать точку ноль, центр циклона, да, вот это, глаз циклона, вот тайфун там крутится, а внутри у него спокойствие, вот это смирение, вот это вот зона, откуда ты можешь вот туда посмотреть, или тебя там отсюда могут увидеть, да, вот поэтому здесь, опять же, вот эта вот христианская метафизика, да, она как бы, не надо путать там палец с луной, на которую он указывает, да, она указывает на какие-то вещи, да, но ты все равно должен сам поднять глаза и не палец изучать, а луну, которая где-то находится. Не, я как-то так, знаете, высказался о христианстве, чтобы не быть правильно понятым, вот Нагорная проповедь для меня камень преткновения, так-то, конечно, христианская мораль даже низше признавал, известный критик христианства, это великая традиция. Она не как бы идеалистична по своей природе в том мире, в котором, как бы, знаете, человек человеку друг, товарищ, брат, но, так сказать, при этом волк и, так сказать, этот завистник и клеветник, да, то есть мы говорим о неком духовном преображении, да, который вот главная цель крестьянского мира, да, душу свою спасти, они не собирались весь мир спасать, у него изначально была задача вот всплыть, да, создать вот эту подъемную силу. Знаете, у меня вот есть такой образ, как бы, на который я тоже рассказываю, вот человек, он как бы корзина, на которой есть мешки с песком, но если он поставит центр корзины горелку, а сверху еще делает воздушный шар и у него есть газ, он начинает потихонечку от земли отрываться. Вот это вот тема, а когда ты, так сказать, если даже горелка есть нет газа, или ты его там не позаботился заправить, или не создал вот этот механизм подъемный, да, ну, соответственно, можно много разных теорий, философий выделять. Я смотрю, когда вот на многих философов мне грустно становится, потому что они в трехмерном пространстве пытаются свою создать собственную концепцию мироздания, а она за пределами обычного человеческого. Вот вы правильно сказали, что Бог творец, и вот этот вот объем мы не можем осознать одной клеточкой, но мы часть этой клеточки, но если мы вокруг этой клеточки создадим некий ганглионарный узел, да, уже это другая история, да, уже система, так сказать, начнет приобретать некую осознанность. Вот поэтому, когда мы говорим про Россию, она вот выступает, как вот эта сборка, но в других местах нет этого, не зря нас сюда послали, что-то здесь сделать. У нас есть в этом контексте, ну, будем говорить так, какой-то капитал, который уже был создан до нас, нам вот просто надо реализовать. То есть, умирает Европа, да, соответственно, так сказать, идет, голубеет, розовеет, и трансгендереет, да, здесь остальной мир. Значит, вот остается небольшой, как бы, это зона такого, мы тоже показывали в свое время, что из себя представляет Россия. Вот, представляете, идет река в Риме, да, и омывает остров. И вот на острове стоит такой, как бы, высокая башня, типа Останкинская, да, от этого острова есть мазки, там, на одну сторону реки, на другую сторону реки, но они такие, достаточно хлипкие, но главная там задача, именно, чтобы вот эта башня, она росла и, так сказать, давала возможность на правый, на левый, там, берег транслировать или трансформировать некую, ну, не знаю, так сказать, свет, вибрации и прочее. Вот эта идея Москва-Третий Рим, они тоже так же чувствовали, да, что, так сказать, ну, нету альтернатив, так сказать, второй Рим в Бизантии умер, да, так сказать, так сказать, третьим, ну, карма такая, что называется, получается, да, не мы ее придумали, но Софья Палеолог, когда приехала, это Двуглавого Орла, кстати, привезла. Да, это гель Палеологов, кстати, кто не знает. Вот, поэтому мы здесь, в этом этносе, да, мы включены, и вот те люди, опять же, вот то, что мы с вами говорим, далеко не каждому по мозгам, да, есть такой, Сергей Савельев, так сказать, известный, значит, ну, как его сказать, психолог, я его с вовольствием всегда смотрю, есть Татьяна Черниговского, есть. А я себя не могу заставить, вот его этот пасконный материализм, я вот просто не выношу, простите. У него есть хорошее понятие, глубокий ум и мелкий ум. Вы даете возможность углубить и расширить, да, вот, вот некое, опять же, общаясь с разными людьми, человек начинает понимать, а, так я могу тоже здесь этот ил выкинуть, да, и у меня будет тут источник с жирительной влагой. Вот, вот, только здесь, когда, знаете, как лозоходцы ходят, да, они же могут находить вот эти источники. Вот здесь вот тоже даешь пруд в руки и говоришь, вот там, где там есть вода. Я, слушайте, я, получается, Шасавельева так походе обидел, интеллектуальный, знающий человек, но, вы знаете, я всегда, принимая решение слушать кого-то, не слушать, принимать во внимание, я всегда смотрю как бы в корень, а корень это все-таки вот основной вопрос философии. Ну, образно, да, если человек материалист, для меня это не повод с ним не общаться, там, и так далее, но если мне от него что-то надо подчеркнуть, я понимаю, что его, как бы, корневая установка, она неверна, с моей точки зрения, с моей точки зрения, скажу скромно, поэтому сразу как-то я в этот момент вот начинаю отмораживаться, дистанцироваться и не очень воспринимать. Если вот все-таки это действительно, что касается основного вопроса философии, Платон-то задал вектор, да, направление философской мысли, разделил лагеря, и с тех пор, в общем-то, кто-то по Аристотелю, кто-то по Платону, потому что Аристотель, кстати, он же дева по гороскопу, а Платон рыба. Кстати, Савельев тоже рыба по гороскопу, и у него свои вот эти вот внутренние глубины, свои внутренние подводные всякие течения. Так вот, Аристотель тоже, честно говоря, ушел в логику аристотелевскую. А это разве не божественная мораль и логика, это разве не сверху? Как же он мог, уходя в логику, не почувствовать? А вот я, ну, вы понимаете, Платон, он же платоническая любовь, он же был, значит, таким, как бы, почти монахом, да? А этот ваш Аристотель, извините, ваш, ну, он, так сказать, был совсем не аскетом, и на голых гитерах по пьянке любил. Ну, при македонском дворе поживешь, Александр Викторович, там плохому-то научат, конечно. Ну, да, кстати, он Александра Македонского обучил хиромайте, да, вот этот вот жест, да, это Аристотель его обучил, и учать, выбирать таких мощных, нет, у него, для его времени, аристотелевская логика, его философия, она была, конечно, действительно прогрессом. те же самые христиане, они же того же Аристотеля тоже запретили, если вы знаете, переводили Аристотеля на греческий, потом с арабского языка, все было уничтожено, да, их тоже, метафизика Платона была ближе, но Аристотель – это только база, это фундамент для того, чтобы можно было, так сказать, раскрывать какие-то более тонкие вещи, без нее тоже без базы никуда не денешься. Вот, поэтому многие философии, кстати, я насчитываю 12 направлений философских, сколько же, сколько знаков зодиака, 12 направлений, да, и соответственно, 12 видов астрологии тоже существует, поэтому, когда мне там говорят там про астрологию, какую конкретно астрологию вы имеете в виду, да, потому что есть там бульварная, есть астрология партнерства, есть астрология кармическая, есть астрология денег и так далее. Вот, поэтому здесь это мир вот многослойный, многоплановый, когда вот мы с вами пытаемся, так сказать, вот как бы с разных сторон, да, посмотреть на эту ситуацию, эту, это понятно только зарисовки на полях, да, какие-то знаки, но они тоже, наверное, кому-то могут быть интересны, и вот есть такое еще... Я сейчас соглашусь, вы глубоко излагаете, ну, вы знаете, есть такая... Часть зарисовочная, а часть глубоко. Ну, понятно, что мы в таком формате просто не можем сильно углубляться. Да, вы знаете, вот если, я не знаю, в свое время для КГБ была переведена книжка о прорыве к творчеству. Значит, это американская экстрасенс, которая изучала вот так называемые «Звездные врата», у нее была там программа, по развитию экстрасенсорных способностей у человека. И вот она... Там очень много примеров интересных приводит о том, как даже человек, развивая экстрасенсорные способности, уходил от смерти. Ну, например, так сказать, заходит в лифт, смотрит, а люди там стоят без энергетики, без ауры. И ее как-то отбросило, как это так? Она не захотелось с ними идти, да? Лифт падает, и там все разбиваются, да? И она говорит, если бы я не развивала эти способности, я бы зашла на автомате, да? Вот. И, короче, вот эта вот дама, я ее вспомнил, это в 70-х годах эта книжка еще выходила, она говорила, есть люди с закрытым умом и с открытым. Вот люди вот с закрытым умом, да, они там в своем мирке какую-то свою собственную ум, философию, психологию, астрологию, что-то еще придумывать, а люди с открытым умом, они готовы как бы из вот этого куба создавать сферу, да? То есть вот, вот пирамида, да, вот вы хотели кем поднять пирамиду на плату Гизы? Великая пирамида, пирамида Щеопса, она реализует, на самом деле, вы очень сильно удивитесь, проблему кубатуры шара. То есть ее грань, одна грань, она реализует вопрос квадратуры круга. А четыре грани, они создают полусферу или кубатуру шара. Поэтому, когда ты попадаешь в пирамиды, ты выходишь из вот этого пространства кубического, и у тебя мир становится другой, сферический. У нас в голове... Поэтому их используют для посвящения, да? Абсолютно, да. Они, это храм посвящения, потому что человек должен выйти из этой пещеры, которая говорит потом, из трехмерного представления, и тогда он начинает уже другое отношение к миру и к себе самому, да? И к смирению, да? Потому что это вот тоже некий, если центр сборки, вокруг тебя сфера, ты, так сказать, круглый, к тебе прицепиться не к чему, так сказать. Толкнул, ну, хорошо, отошел, да? Если там сильно толкнул, там, ударили по правой щеке, подставь левую, но приготовь встречный правый хук навстречу. Соответственно, если человек не понимает, что ты не слабый, но ты, так сказать, полный, да? Вот в этом контексте мы всегда говорим о том, что эти древние знания, да, они сейчас актуальны становятся. И то, о чем мы с вами говорим, там, еще там 20 лет назад, оно было бы вообще не, так сказать, ни о чем. Никто бы не понял, зачем это и для чего. Кому это надо, да? А сейчас есть вот такая потребность, и вот через ваш канал тоже есть возможности у людей с разными людьми пообщаться, да? Вот в этом контексте, так сказать, я думаю, чем больше разных людей, тем больше сторон у этого многоугольника большого. Ну, я вам абсолютно признателен за то, что вы как бы эту палитру очень ярко дополнили, и, в общем-то, я сознательно шел на этот риск, потому что, ну, для, как говорится, по теории каст нам говорится, что все-таки большинство людей, населяющих планету Земля, это первая каста, для них все то, что мы говорили сегодня, это белый шум, вообще какие-то звуки решения. На каком виде они говорят, да? Вот, территории моего канала все-таки я надеюсь, что, вернее, это так и есть, там присутствуют думающие, эмоциональные люди, они не все идеалисты, часть материалов, но они как бы, они открыты для восприятия нового, да? И я, конечно, ну, вы-то понятно, что вы уже давно эту стезию выбрали, а я в какой-то момент принимал для себя это решение, рискнуть или нет, можешь же прослыть сумасшедшим. Мне так описали, вроде серьезный парень, это астрология, ты вообще о чем? И я пытался объяснять на пальцах, я говорю, ребят, ну вот хорошо, я же маишник, да, у меня красный диплом этого вуза, но это материалистичнее образования не бывает, это гидрогазодинамика, сопротивления материалов и так далее, и тогда все вот эти пасконные, значит, естественно, научные дисциплины. Но когда мне сказали о том, что, слушай, Булев, ну вот ты маленький, да, и над тобой висит нечто большое, как ты думаешь, догадайся с трех раз, оно на тебя влияет или нет? Да. Очевидно, да, ну что там, да, влияет. И в этот момент меня осенил, ну, конечно же, влияет, и, наверное, есть наука, которые эти закономерности, да, не я же первый задался этим вопросом, многие интеллектуалы веками выстраивали эти закономерности, чертили карты звездного неба, и мы сейчас можем пользоваться этой великолепной совершенно дисциплиной для того, чтобы сделать свою жизнь осознаннее, я не говорю легче, вот облегчите мне мою участь, за кого мне выйти замуж, как мне там деньжат по-легкому срубить, как мне остаться здоровеньким, нет, осознанность, прежде всего, выбор пути, выбор предназначения, ну, духовная работа над собой, мне кажется, эта дисциплина, она еще в 21 веке займет достойное место в, как бы, ну, вот, в, 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 центр, Александр Ильич, вот так, наверное. Ну, да, она как бы является, знаете, вот, раньше был непонятен Зимут Фрейд, да, потом стал более понятен, но появился Карл Юнг, да, так сказать, он как бы, с одной стороны продолжатель, с другой стороны, совсем другая. Мы про интеграцию тени, друзья, говорили, извините, я забыл Юнгу упомянуть, конечно, да, 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 это вот, так сказать. Да, а потом, вы знаете, Юнг стал работать с Дейлом Редьярам, и он написал двухтомник по астрологии, который называет астрологией личности, двухтомник. Значит, и Юнг сам тоже изучал астрологию и ее язык, и более того, вот тоже вам немножко покажу. Он изучал карты Таро. Систему Таро как некие архетипы, которые работают у человека в бессознательном виде. Вы помните, вы согласились со мной поговорить по египетской сакральной традиции? Таро это... Да, и вот сейчас у меня есть вот такая система Ключ Гермеса, Таро, с книжками, с картами, она в расширенном варианте, это не те карты, которые используют, ну, 22 аркана используют только обычные тарологи, как вот именно прогнозисты, да. Вот, здесь 28, здесь больше, здесь принцип Кадуцея и Гермеса, Кадуцея и Гермеса, вы знаете, это принцип, по которому устроен наша ДНК, в том числе. Ну, и мы сами тоже устроим, мы потом поговорим на эту тему. Я говорю к тому, что постепенно человечество от того, что вот, допустим, так сказать, Зигмунд Фрейд, да, был непонятен, потом потихонечку стал понятен, потом его сменил Юнг, а сейчас пошел уже Редьяр, а потом дальше уже пошли другие люди-астрологи, которые становятся понятными. А вот мы в этом смысле тоже эволюционируем все, и астрология, она займет свое место и занимает уже свое место для понимания, ну, для распаковки. Это же комфортное состояние понимать, правда? Вот, я люблю понимать, вот, когда что-то я вижу, что мне непонятно, мне сразу как-то я начинаю ерзать, мне некомфортно, вот, это же прекрасно. Да, если ты что-то не понимаешь, значит, с тобой манипулируют, с тобой управляют. А если ты понимаешь, вот, кстати, знаете, очень просто, многие не понимают законы влияния музыкосферы, о которых мы с вами говорили, а тем не менее, она очень просто, так сказать, объясняется. Значит, был такой известный певец, значит, с высоким голосом, сейчас вот, так сказать, Робертино Лоретти? Нет, 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 значит, итальянец, он, когда пел в ласкало, звенели люстры, на, так сказать, вверху, вспомни, потом скажу. Короче, он устраивал такой эксперимент, приходил в ресторан, блин, там, в какой-то бар, и говорит, значит, слабо, ну, спорил, парит, слабо мне вот этот бокал голосом разбить. Тебе говорят, как? Слабо. Значит, если я его разбиваю голосом, значит, вы ему всех моих друзей там оплачиваете. Тебе говорят, окей, давай, покажи нам этот номер. Он ставил хрустальный, вот этот, или какой-то, стеклянный бокал, брал вилку, и ее ручкой стучал по грани этого бокала. Отходил на два метра и выдавал эту частоту. И бокал трескался. Вот принцип резонанса фазовых частотных излучений, которые в нашем хрустальном бокале резонируют с внешними воздействиями. Если частоты гармоничные, мы звучим хорошо. Если дисгармоничные, у нас возникает внутреннее напряжение. Вот это вот как раз понятно, как это работает. Вот поэтому здесь мы и говорим с вами, что астрология, она как и космический закон должна быть осмыслена вот как принцип влияния. И использовать опять же законы астромедицины во время операций или во время встреч каких-то или поездок и прочее. Это все просто необходимо, на мой взгляд. Я, собственно, для этого календари то и делаю, чтобы люди могли понимать, как работают эти различные лунные, солнечные или годовые циклы. Что касается календарей, тоже о них хотел сказать зрителям, кто не знает, друзья, Александр Викторович выпускает календари. Мы в начале нашей беседы об этом говорили, они такие тематические. И, собственно говоря, я понимаю, что сильно злоупотребил в вашем времени, но мне кажется, мы в поток вошли и было бы просто неправильно там это дело все рубить. Я думаю, наши зрители тоже. Давай, да. Что касается календаря, такого вот на ваш вкус на 23-й год, что бы нам всем следовало знать о 23-м годе, вот в частности зоны турбулентности, которые нам предстоят, чтобы вы сказали. И на этом будем... Вот смотрите, далеко не будем уходить, тогда вот мой календарь с этим котом, который вот сейчас, да. Классный какой кот. Да, так и главное, обернулся. Что вы мне хотите? Не хотите. Мягкие лапки, а в лапках царапки. Я про 23-й год так и говорю. Я здесь на обороте даю так называемый год на ладони и показываю те периоды, в которые будет находиться Земля как в гармоничных, так и в дисгармоничных периодах. И вот, как правило, видно, что когда Земля вот сейчас у нас что, апрель, мы находимся в относительно гармоничной зоне, да. А вот, например, в конце мая, в третьей декаде мы попадаем в зону. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да-да-да, красненькие все. Так же, как перед этим, вот эта зона турбулентности, землетрясения и так далее, да. Вот поэтому мы здесь говорим, что здесь мы сейчас можем подготовиться, набрать больше энергии с тем, чтобы быть смиренными или быть более устойчивыми, быть более сбалансированными и потихонечку проходить, ну, вот эти, знаете, как это, подъем-спад, черная полоса, белая полоса. Здесь нельзя говорить, что там это хорошо или плохо, просто, опять же, это кризисные состояния, да, кризис новые возможности, как многие там говорят. Но в любом случае, вот эта тема там с СВО или тема там с Францией с политическим нестабильностью, она в конце мая очень резко всплывет. Вот. А так вообще, вот, поэтому календарю можно посмотреть, каким образом распределяются в этом году вот эти периоды подъемных, более светлых полос или более темных. Но на сайте Zaraif.ru это все есть. На сайте есть, потому что я знаю, что это все продано, я там уточнял. Не-не-не, у нас еще есть, мы распродаем и вот этот календарь, и, значит, календарь здоровья, лунный. А где вот можно бумажный купить? А вот на сайте мы можем прислать, издательство просылает либо по почте, либо с этим самым, с курьером. Вы можете это сказать. Давайте я ссылку дам на сайт в описании к этому ролику, друзья, будьте внимательны, в описании мы дадим, значит, адресную строку, по которой вы можете попасть на сайт, и там это легко найти? Да, да, причем там все и книги есть, и карты, и календари, сайт Zaraif.ru, все просто, там ничего такого не надо, а некие обучающие еще мы даем курсы, вот то, о чем мы говорили, астромедицина, кармическая астрология, еще второй есть сайт Zaraif.net, вот там уже, если кто захочет поучиться, и что-то поглубже понять, кстати, тоже для вас, может быть, это на будущее интересная тема, есть такая тема, называется шахматы мудрых, это древняя индусская система, которая позволяет создавать центр покоя, смирения, и понимает, куда, так сказать, тебя может эмоции занести, в какую сторону, влево, вправо, она, есть такая игра, называется змеи и лестницы, в упрощенном виде, а это шахматы мудрых, как некая тема эволюции, вот это вот тоже, вот такая, так сказать, традиция буддийская, но там очень многие моменты становятся понятны, да, вот что там, как нами управляет, и почему люди там, так сказать, залипают, или, так сказать, не всегда, так сказать, попадают в центр сборки, вот, поэтому, когда мы вот говорим про вот эти влияния законов, они как бы тоже трехслойные, мир медный, мир серебряный, мир золотой, да, то есть информационный, энергетический, и вот мир таких вот стихийных сил, вот, поэтому в этом смысле, тема-то, конечно, она очень объемная, я обычно говорю, пишите вопросы, задавайте, что интересно, и, так сказать, есть вопросы, это уже половина ответа. Май месяц у нас, значит, предполагается турбулентным, там, мне кажется, простите меня за мою дремучесть, какие-то затмения, да, значит, смотрите, вот уже что интересно, май месяц, конец мая, турбулентный, затем у нас попадает на середину июня и на середину июля, дальше немножко поспокойней, этот период уже не такой негативный, как, вот уже октябрь-ноябрь, повторений, то есть нам прожить надо вот май, третью декаду, вторую декаду июня и вторую декаду июля, вот эти вот, а дальше немножко будет повеселее, поспокойнее, и самое большое... Ну, вот я смотрю, октябрь-ноябрь, там тоже что-то красненькое такое не виситет. А это то, что мы с вами говорили, кризис, кризис корейско-тайваньский, то есть там будет обострение вот этих отношений, но это вот как раз попадет на период конец октября, начало ноября. Видите, с первого ноября вот это вот период очень сильный. Поэтому меня-то волнует вот эти вот три момента. Это к нам относится больше, да, вот май месяц вы имеете в виду, что-то вот в России. Это в первую очередь относится к СВО. К СВО. Потому что здесь, я думаю, что к середину июля все будет окончательно ясно. То есть наиболее активные действия начнутся в конце мая. Может быть, они, конечно, и раньше будут подтягиваться, но пик вот этих вот выяснений отношений будет в конце мая, потом вот эта вот вторая декада июня и третья последняя волна здесь, а дальше уже будут мирные переговоры или разговоры. Давайте это дело сворачивать или там как-то выходить из этой ситуации, которая, скорее всего, в конце сентября, в начале ноября будет уже более такой, я бы сказал, понятной фазе. Это просто действительно, Александр Ильич, благая весть, то, что вы сказали. Повторюсь, для меня лично и для многих людей, у которых родственники и друзья по обе стороны вот этого исторического разлома. Конечно бы, все бы хотели, чтобы это все побыстрее завершилось, но это не единственная благая весть из нашего сегодняшнего разговора. Я вам хочу сказать, это ваша заслуга, это было глубоко, мне было интересно. Я даже забыл, что я интервьюер, и мы вообще работаем для аудитории. такое знаете, и я это вам говорю, чтобы от себя лично поблагодарить за этот великолепный, глубокий, интересный разговор. Ну, обращайтесь, здесь всегда, что называется, есть вопрос, есть ответ. Я на своем канале, вы на своем канале, я не люблю духовные каналы, потому что у вас тоже некое, я так понимаю, как у нормального и продвинутого духовного близнеца есть задача соединять, информировать и отзеркаливать. Понимаете, вот это вот большой талант близнецов, это в том, что они могут одновременно, как бы двумя руками воспринимать все две разных точки зрения. Весы могут их как бы примерять, это воздушный знак, а близнецы могут, помните, как в том анекдоте, значит, ты прав, и ты прав, и ты, и ты прав, и ты прав. Вот близнецы в этом смысле, они могут создавать зону нейтра и создавать вот некую особую точку, посмотреть двумя глазами, стереоскопию создать. Вот в этом контексте, почему близнецы часто это знак журналистов, это знак посредников, это знак вот этого гермесотресмегиста, Меркурия. Да, 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 трижды величайших, да. Мир богов, полетел, эту весть принес, из мира богов людям вот эту весть привез. Спасибо, что вы меня так комплиментарно назвали журналистом, я, конечно, никакой не журналист, ни образования, ничего у меня нет, но действительно, я когда так получилось, что начал вот эту свою общественную деятельность, я почувствовал вот этот вот самый, значит, посыл сверху, это, знаете, такие мини-всякие ништяки я стал получать в виде теплых отзывов зрителей, это же очень важно, да, то есть, мужчины очень сильно среднего возраста, мне почти 60 уже. У вас еще такое сильное отцовское воспитательное начало между нами, девочками, и поэтому вы так можете это донести, вот эту руководящую, направляющую роль информационным образом, так что здесь... Хорошо, что, я, знаете, я этот кусок своей дочери продемонстрирую, поняла, вот с кем ты вообще имеешь дело. В свои 58 лет, ей 32, я для нее не авторитет, никакой, так что ваш этот комплимент про отцовское... Ну, надо дорасти до таких вот этих пониманий, потому что мы здесь... Знаете, я говорю, всегда сравниваю человека с гусеницей, да, почему? Потому что гусеница, она имеет способность несколько раз сбрасывать свои оболочки, только таким образом она растет, понимаете? И на каком-то этапе, когда уже не может сбросить, вот тогда она начинает создавать кокон, да, и вздыматься внутри. Вот поэтому мы здесь проходим разные вот эти этапы, и там ваши дочери, ваши там близкие люди, они тоже на каком-то этапе, так сказать, знаете, как лица к лицам лица не видать, а то что он на расстоянии, говорит, а, ты посмотри, матерый человечище, какая глыба, помните, как говорил, Леня, какая глыба, какой матерый человечище. А это же, понимаете, как на своем канале, как астролог в основном позиционирует, да, а с вами-то мы вышли за эти рамки, и здесь не столько астрология, сколько космология, я бы так сказал, или глубинная метафизика каких-то отношений. Астрология – это только часть вот таких космических законов, вот в моей системе Таро это только 17-й аркан, а творчество – это 14-й аркан, это высший. Вот это вот мы с вами, когда говорим про это мировое творчество, мы поднимаемся на другой уровень, начинаем давать другие, как бы, взгляды, на этот мир, на устройство, на человека, как микрокосм, и на макрокосм, как на вселенскую жизнь. Ну, не мы, а в основном вы. Мое-то дело, как говорится, просто, как знаете, как почемучки, да, задавать вопросы. Мне кажется, что сегодняшняя беседа была очень насыщенная и полезна для аудитории. Друзья, мы надеемся, значит, этот выпуск вы можете посмотреть, сможете посмотреть и на канале Александра Зараева, и на канале Александра Губылева и Народ. Я сегодня в сетях повешу анонс, и мы рассчитываем на ваши конструктивные, доброжелательные, значит, комментарии, и, возможно, что-то мы из того, что вы нам напишите, возьмем для нашей следующей передачи, которая, я надеюсь, воспоследует. Александр Губылевич, я вас благодарю сердечно за этот насыщенный... Хотел бы, знаете, еще вот закончить, извините, знаете, что говорил Платон своим ученикам, которые к нему приходили в Академию? Первый он говорил, говори, чтобы я мог тебя увидеть. Говори, чтобы я мог тебя увидеть. Представляете, да, то есть, когда мы начинаем разговаривать, мы начинаем видеть внутреннее содержание человека, и Платон это прекрасно понимал, и поэтому, когда вас, если будут что-то спрашивать, сразу понятно, какие люди и что хотят узнать. Друзья, это был Александр Зараев. Берегите себя, будьте здоровы, благодарю вас за внимание, до свидания. Всего доброго. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!